Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Дорогие праздные сестры, я рад вас приветствовать на нашем очередном диалогном клубе, который открывает сезон этого года. И тема общая для встреч, которая будет, это христианство и агрессия. И конкретно тема для сегодняшней встречи и ряда следующих, это конфликт, все о конфликте. Ну и такое у нас название, которое часто мы в себе говорим, сколько можно терпеть. Часто у нас возникает такое, сколько же можно терпеть. Поэтому такое эмоциональное название мы сюда включили. И скажу, как это все появилось. Ну, у нас это в диалоге с Машей все происходит. Но в данном случае инициатором этого диалога был я. И у меня есть, скажем так, сложности с поведением в конфликтной ситуации. То есть часто я не знаю, как себя вести. И поэтому, я скажу честно, у меня чисто прагматическая цель. Я хочу узнать, как себя вести. Я думаю, и у всех присутствующих такие же возникают сложности. И кто-то их более-менее хорошо решает. И мы подумали, что такая у нас идея есть, чтобы в этих встречах соединить опыт христианской, ну, скажем так, аскетики, нравственности с опытом современной психологии. Мы будем все это учитывать и попытаться найти хорошие решения в конфликтных ситуациях. Ну, я заканчиваю. И вот хотел бы уже передать слово Маше и отцу Дмитриеву. Я тоже постараюсь быть краткой, потому что все-таки гвоздь программы, кстати, для меня. Как правило, мы говорим с Вячеславом Геннадьевичем на диалоговых клубах. Ну, я могу рассказать немножко о предыстории возникновения диалоговых клубов. И о том, ну, каковы как бы минимальные правила поведения, значит, родилось все от желания обсуждать эти темы не просто в каких-то условиях между собой человека, а на каком-то более таком, скажем так, достойном уровне. Потому что возникало очень много разных тем, которые требовали своих ответов. Вот. И в частности, первые наши диалоговые клубы проходили в Сергея Раднишского. Я вот вижу лица участников первых этих диалоговых клубов при храме, не в самом храме, а в воскресной школе. И разбирались различные темы интересные молодежи и просто современному молодому человеку, молодежи православной. Вот. И так постепенно клуб разрастался, рос. И вот сейчас, вы видите, довольно-таки, скажем так, составился состав. Но это не так важно. Значит, просто темы, которые мы разбираем, важны всем христианам. Да. Вот. Поэтому никакого ни грусти я от этого не испытываю, как идейный вдохновитель этих клубов. Вот. И наоборот, напротив, значит, это говорит о том, что все-таки серьезном уровне какого-то мы можем достичь. И появление отца Дмитрия об этом тоже свидетельствует. И, в общем-то, я рада, что сейчас именно так вот здесь мы сегодня собрались. Вот. Немного о правилах. Так. Если у вас есть некое желание что-то высказать, да, это можно высказывать, подняв круг и назвав свое имя. То есть, поскольку диалоговый клуб, он еще клуб общения, мы немножко знакомимся друг с другом, чтобы это не было какое-то безликое, там, безликим мнением. Это ваше мнение, вы его имеете право высказать. Вот. Ну, с рассуждениями пространными не затягивать, просто максимально сжато сказать о том, что вы думаете там, если у вас какая-то реплика есть. Вот. Ну, и переходя к теме конфликта, я, скажем так, представляю сторону дерзко, отношусь к психологам, потому что я имею образование, но по профессии работаю лишь фрагментарно. То есть, это какие-то консультации, и не так давно. Вот. Но, тем не менее, что-то, кое-что знаю. Если есть, присутствует кто-то из психологов, возможно, и ваши высказывания тоже будут пользоваться, скажем так, нашей точки зрения психолога. Вот. Вот. И непосредственно к теме конфликта, переходя к психологии, тема конфликта настолько широка и интересна всем, буквально в любом разделе психологии взять психологию личности, психологию общения, социальной психологии. Все-все-все исследуют конфликт в какой-то мере. Что для этого и непосредственно для прагматических каких-то целей, возникающих конфликтов на разных уровнях человеческого бытия, политики, да, внутрисемейных каких-то взаимоотношений, вырабатывается такое, ну, как сказать, теоретическое обоснование конфликта именно в науке такой конфликтологии. Вот. Конфликтологи, это уже не, это уже узкая специализация психологов, и они занимаются непосредственно ведением, разрешением конфликтов, вот, то есть очень тоже такая важная, ценная деятельность, и в разных корпоративных структурах конфликтолог это важный, важный персонаж, потому что он следит за ведением корпоративной культуры, чтобы там не было каких-то трудностей во взаимодействии, сотрудничестве и так далее. Вот. Ну, что психология говорит о конфликте? Я не думаю, что я еще что-то скажу новое, если скажу, что конфликт в переводе означает столкновение. Столкновение различных точек зрения, идей, ценностей, мыслей, ну, разного рода столкновения, то есть. Вот. Ну, я могу схематически нарисовать, как в психологии видят конфликт, чтобы мы говорили об одном понятии, да, чтобы не было каких-то разноголосицей, да, вот. То есть, в конфликте всегда, это естественно, присутствуют две стороны, даже несмотря на то, что знает одна сторона об этом конфликте или нет. То есть, бывает такое, что одна сторона не знает о возникающей конфликтной ситуации. Вот. Центром конфликта является, что подскажет, кто может быть, знает. Кто может быть, тем более, что, ну, скажем так, нет, 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 ну, да, 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 мы сейчас такой примитивный, скажем так, объект, да, то есть, объект притязания, то, что мы делим, выделяет еще предмет, но мы не будем углубляться во все эти вещи. Вот. Есть две страны, да, назовем их оппонентами. Вот. Что их, скажем так, разделяет? Это и тут, и там же, ценности, ценности, мотивы, какие-то убеждения и так далее. То есть, разного рода вещи установлены, допустим. Ну, а можно как-то прокомментировать, что там ценности, мотивы? Ценности, мотивы, убеждения и так далее. Ну, в этом-то конфликте, что когда ценности являются основанием на... Да, когда ценности являются причиной конфликтной ситуации, тогда возникает конфликт. Что именно? Комментировать, что? Ну, скажем так, в нашей жизни как-то возникновение. Ну, я поняла. На одной стороне, допустим, человек, исповедующий ислам, да? Ну, самый грубый, примерно. На другой стороне, там, исповедующий христианство. Вот причина конфликта. Вы что-то, задавайте вопрос. Потому что, когда слишком теоретически идет в такие... Ну, я стараюсь нерминировать всякие там понятия, там... Маша, так есть бытовые конфликты, а есть другие конфликты. Это мы не говорим сейчас о видах. Мы просто сейчас разбираем сам конфликт. Значит, что возникает в объект? Это то, что мы делим в конфликте. И вот непосредственно конфликтное взаимодействие, то есть то, из-за чего мы поссорились, это и является конфликтом. То есть вот суть конфликта, когда у нас начинается расхождение в этих ценностях, в мотивах наблюдения. Ну, почему мы поссорились? Почему обязательно конфликт должен в ссору переходить? Например. А бесссорный конфликт может быть? Он не может быть скрытый конфликт. Но это уже разновидности конфликта. Платентные, открытые конфликты. Вот. Ну, в общих чертах это так. Вот. А тут ценностью мотива безумного. Не сможет так ворваться именно в эту тему, потому что я больше про агрессию все-таки готовил, какие-то рассуждения. Но одно с другим, я думаю, связано. Потому что конфликт и агрессия – какие-то близкие вещи все-таки. Я думаю, мы еще… Агрессия – это способ решения. Мы попытаемся, да, определить… Агрессия как средство решения конфликта. Что конфликтом, что агрессией? Как вообще? Если конфликт – это столкновение, да, то агрессия – это нападение. Нападение. Причем не просто нападение, а нападение с целью повредить, навредить как-то другому человеку объекту. И вот с этой точки зрения, мне кажется, порассуждать бы на эту тему интересно. Было бы, потому что в обществе сейчас это очень актуальная проблема. Проблема агрессии. Вот этого неумения ее сдерживать, неумения решать конфликты без агрессии, без каких-то ссор, да, без взаимных оскорблений – это большая проблема внешних людей. А так как мы все-таки собрались православные христиане и под эгидой, опять же, православия, то надо признать, что и в среде православных людей, или тех, которые себя такими считают, объявляют, эта агрессия тоже присутствует. И что самое, может быть, плохое, что самое обидное, что эта агрессия часто бывает оправдана с точки зрения христианской веры. И вот на эту тему особенно хотелось бы мне сегодня поговорить и порассуждать с вами, потому что, как вот вы сами считаете, есть ли, может быть, в Святойном Писании или в Священном Предании церкви есть какие-то такие места, на которые можно было бы такому человеку сослаться, который управляет агрессию к своему, например, оппоненту, в частности, к религиозному оппоненту, который не разделяет его мировоззрение религиозное, его, значит, какие-то взгляды. Вот. Есть ли такие места? Как вы, вот, что-то на вскидку вспоминаете? Игорь, когда Господь вошел в храм и перевернул вставлен виновщиков, а дальше? Как сказал, вы же там превратили в Божий дом, там... Ну, правильно, совершенно верно. То есть, это одно из таких мест. Да, одно из таких мест. И, собственно говоря, других-то и нет, да, когда Христос проявлял агрессию в отношении к людям, то есть, некое нападение. А некоторые люди продолжают и дальше, значит, развивать эту тему, сейчас я закончу, мысль. Вот. И говорят, что вот он бич, этот пресловутый известный бич, который он из зверевок сплел и выгнал, значит, торгующих из храма. Да, правильно. То есть, вот на эту тему как раз мы... Андрей, что хотел сказать? Еще есть пример из Писания, снова из Ветхого Деяния... Нет, Ветхий Завет не будем брать. Нет, Ветхий Завет не будем брать. Когда просто вы запретили пророку пророчествовать, или там, от имени Христа, ага, там женщина какая-то пророчествовала, и ей запретили. Вот, это тоже форма... Я потому что, вникаю в слово агрессия, это форма принуждения. То есть, есть какой-то потенциал, какая-то сила, авторитет, или войска, или деньги, которыми можно, используя которые, можно принудить в сторону конфликта, либо к прекращению сопротивления, либо к принятию стороны... Ну, а в Вашем примере, какая сила была? Они ее не запретили. А сила авторитета. Там речь идет о том, что служанка у неких Господ, была одержима духом прорицания. Одержима. И они изгнали. Они ее не запретили. Они силой Божьей изгнали этого духа. И она потеряла возможность прорицать, и тем самым у нее, ее заработок, так сказать, исчез. А она этим... У ее господам, да, доставляла, в общем, заработок. Да. И здесь, можно сказать, даже тут не было как раз агрессия. Здесь именно было, можно сказать, исцеление этой служанки от этого духа прорицания, которое трактуется не в положительном, а в негативном, наоборот, смысле. То есть она была одержима. Вот. Есть в Новом Заве, в Евангелии есть такое место, что мы слышали, что именем Твоим, Господи, кто-то, значит, изгоняет нечистый дух. Запрети. Вот там действительно есть слово запрети. И на это Христос говорит, не запрещайте, потому что кто не против вас, кто за вас. Ну, да, но здесь тоже как бы агрессии нету. Так что здесь вот единственное место, наверное, в Евангелии, что Христос выгнал торгующих из храма. Причем так зовут. Еще одно. А можно сказать, по-другому, в этой миссии, что это не агрессия, а праведный гнев Божий. Как бы это точнее было. Ну, если пользоваться терминами, да, если... то есть, во-первых, надо, если эмоциональную сторону термин на агрессии все-таки не учитывать, на агрессию это нападение некое, да, агрессия, нападение, то есть, агрессия вроде бы была. Это показать, что это его личный дом. Да, ну, во-первых, да, я тоже хотел об этом сказать, что когда речь идет об этом биче, то биче этот использовался не по отношению к людям, как многие считают, что Девский Христос бил людей. На самом деле, конечно, это было не так. Он бил не людей, потому что, если бы он хотел бить людей, можно было палкой, значит, это сделать, или там камнем, в общем-то, как это было в Ветхом Завете распространено, да, камнем наказывали, убивали камнями, а именно сделал кнут, чтобы посредством кнута выгнать волов, волов овец из этого двора, прихрамового двора. Ну, а в священном предании, то есть, если мы дальше пойдем, не помните, где в житиях святых, например, есть какие-то описание того, чтобы святой кого-то бил. Николай Чудотворец, конечно, Николай Чудотворец вспоминается в первую очередь, да, его крешение теологических использований. то есть, известно, туда не будет, я так скажу. некоторые, как, например, Болтов, вообще говорят, что святитель Николая на соборе на первом не участвовал, потому что нет его в списках участников собора. Вот, правильно, то есть, вот об этом тоже можно так подумать, что почему, и когда писал, например, Симеон, метафраз, где-то я это записал, житие святителя Николая в 10 веке, то ничего подобного там в этом житии нету. То есть, вообще даже намека на то, чтобы Николай мог у кого-то труда и что-то было. А потом, в том житие, которое писал уже Студит, Дамаскин Студит в 16 веке, да, этот эпизод появляется. Причем этот эпизод появляется и подхватывается уже русской о географии и в житиях святителя Макария, опять же, в середине 16 века появляется этот эпизод. А до этого его не было. И вы обратили еще внимание на то, что Акафист мы читаем святителю Николаю, богослужебный текст очень многообразный в честь праздников святителя Николая, ну, в первую очередь 19 декабря в честь его представления. Там же нет этого эпизода. Понимаете, а тексты эти действительно древние, тексты эти можно воспринимать как, ну, скажем так, первичные по отношению к последующим рассказам житиям. И в этих текстах нету, там, ария безумного обличила Иесина, ария безумного посрамила Иесина, так, чтобы заушил, там, или ударил, для подражания, потому что, примером, для улыбки, ну, для улыбки, но ведь там снова юродиво, это уродиво, это безумно, да, и у нас почему-то действительно в русской православной церкви такое гипертрофированное почитание блаженных, юродиво, вот, и этому есть свои какие-то объяснения, да, но дело в том, что вы задумаетесь, что юродиво, то есть юродиво, уродиво, безумных, сумасшедших, было очень много, а Ксения блаженная одна, правда же? То есть нам кажется почему-то, что если человек безумный, да, если человек неадекватно себя ведет, то это уже какое-то свидетельство его святости, на самом деле, конечно же, нет, то есть это, может быть, из всех безумных, безумные святые, то есть Христа и юродиво, составляют меньший процент, чем из всех нормальных людей, обученных святых. Я воспринимаю вообще не как безумных по природе, а как в форме безумия проповедующих правду и приводящих к необходимости задуматься через форму безумия, умыщет, да, ну да, ну форма, ну форма, просто она разным содержанием наполнена, а форма и того поведения, и того, она одинаковая. И те неадекватно себя ведут, и те голышом бегают и что-то там не вытворяют, не говорят, видите. Однако же по результатам получается, что совсем разные результаты. Когда про Ксению Блаженную начали, так сказать, задуматься и понимать, что она не просто сумасшедшая, которая лишилась разума из-за потери своего мужа, да, когда чудеса стали происходить, да, а если бы этих чудес не было, ну там бы серьезно к ней никто не стал бы относиться. она тоже, по-моему, всего раз отлупила, отлупила детей, детей, которые кидают у нее камня, вот даже детей, я вспоминаю, вот раз, но вот даже детей, когда задаете, скажем, можно обижать ребенка, у них, ну там, плавка их отогнал, ну, ну, по задней сказать, что-то гинуло там, как эта камень, да, ну вот самый известный, значит, эпизод, который оправдывает агрессию из-за Ивана Златоуста, вот это вот пресловутая «освети руку свою ударом богохульника, если он богохульский», и вот такие псевдоцерковные деятели современные, как Антео Дмитрий Цирионов, да, это его лозунг, это его, так сказать, основная оправдание, что свидетель Иван Златоуст как бы богословял и разрешал, более того, даже рекомендовал, если ты слышишь богохульство, то обязательно ударят его человека, да, и вот мне как раз хотелось бы зачитать вам это место, эту цитату, какие мысли, опять же, у вас возникнут, это беседа о статуях, вторая она или первая, 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 да, первая, ну понятно, что о статуях в смысле каком-то языческом, да, то есть, видимо, на этих язычниках там их статуи что-то говорили, но раз у нас зашла теперь речь о хуле, то я хочу спросить всех, просить всех вас об одной услуге, взамен этой речи и рассуждения, именно, чтобы вы унимали в городе тех, кто богохульствует, если ты услышишь, что кто-нибудь на распутье или на площади хулит Бога, подойди и сделай ему внушение, если нужно будет ударить его, не отказывайся, ударь его по лицу, сокруши уста, освети руку твоим ударом, если обвинят тебя, повлекут в суд, иди, если судья перед судищем потребует ответа, смело скажи, что он похулил царя ангелом, ибо если следует наказывать хулющих земного царя, то гораздо больше оскорбляющих того царя. Вот, оскорбляющих того царя, твоим Богом. Преступление одного рода, публичное оскорбление обвинителем может быть, ну здесь сложно, обвинителем может быть всякий, кто хочет, а пусть узнают и иудеи, и эллины, что христиане, хранители, защитники, правители и учители города, пусть то же само узнают распутники и развратники, что именно им следует бояться рабов Божиих, дабы, если и захотят когда сказать что-либо подобное, оглядывались всюду кругом и трепетали, даже теней, опасаясь, как бы христианин не подслушал, не напал и сильно не побил. Каково он, да? Не слышали раньше? Не сталкивались с этим текстом? Вот такой текст. И вот, значит, дальше упоминается Иоанн Креститель, который тоже обличил Ирода, да, за его нарушение против брака, да? Вот. И дальше, вот. Дальше речь идет об исправлении, о том, что Иоанн Златоуст говорит, что таким образом надо исправлять людей. То есть, здесь агрессия, опять же, не как знак мести, наказания, да, как причинить вред тому, кто похулил Бога, а именно, чтобы исправить его. И вот интересно, что я, например, считаю, что в то время, в то время, вот эти телесные наказания, ну, а мы это знаем, прекрасно, действительно, телесные наказания гораздо были более распространены, чем сейчас. Вся пенитенциарная система вообще очень отличалась от теперешней, от нынешней. Не было, как таковых, тюремных никаких сроков. Не было тюрель, да, то есть, людей не сажали на какие-то сроки, там, большие преступления, потому что это было очень накладно, и никто не собирался преступника там содержать годами за сожжение какой-нибудь. Не было альтернативы ему. То есть, можно было бы, конечно, вразумлять, можно было бы опровергать какие-то мысли еретиков и богохульников, но почему-то свидетель Иоанн Златоуц считал, что наиболее таким простым действенным методом будет именно удар. Сейчас многое изменилось. Понятно, что сейчас не воспринимается телесное наказание как единственный способ исправления и вразумления решающего человека или преступника. И более того, то, что было в древнем мире это распространено, это не значит, что в церкви это было. Поскольку мы читаем, как данный маканон, книгу правил церковных, там нигде не упоминаются телесные наказания. Нигде. Просто их нет. Есть наказания церковные, которые предполагают только что отлучение на какой-то срок от причастия. То есть, эпидемия на какой-то определенный срок. И больше в общем-то ничего, никаких других средств защиты истинной и ограждения церкви от греха как бы церковь не имела. Так вот, теперь тоже мы как-то к телесным наказаниям относимся все-таки как-то к тому, чему альтернативы есть. И поэтому я считаю, что воспринимать этот текст как разрешение на агрессию, как разрешение на руку прикладства ни в коем случае нельзя. Потом дальше опять же я не буду зачитывать весь текст. Говорится о том, что делать это надо с любовью как-то все-таки. Понимаете? Хоть несмотря на то, что это богохульник, а делать это надо с любовью, с желанием человека как-то вразумить и исправить. И тот же Иоанн Златоуст в другом, правда, месте пишет вот что. Цитата. Богохульство не унижает величие Божие. Понимаете? То есть, когда ты ударил богохульника, это не значит, что ты наказал его за то, что он богохульственный. Понимаете? Ты хочешь его исправить, ты не Бога защищаешь, ты его исправляешь, ты его пытаешься изменить. Богохульство не унижает величие Божие и потому не должно побуждать тебя к ярости. Кто богохульствует, тот наносит раны самому себе. И вот опять же эти исходные предпосылки, по которым Иоанн говорит о рукоприкладстве, это опять же, чтобы этот человек себе раны не наносил. То есть, заградить его уста, прервать его вот эти богохульные речи, чтобы он сам себя этими речами не убивал. То есть, опять же, некая даже, скажем так, родительская забота. Но у нас такой родительской заботы нету. Мы по отношению к этим людям не можем проявить такую жалость и такую любовь, как вот тот же святой Иоанн Заталуз. И у нас нет такой ревности, как у первых христиан, которые опять же ходили и жутко оскорблялись там и пытались всех изменить, пытались всех обратить ко Христу. Поэтому, опять же, этот текст никаким образом не может оправдывать действия вот этих самых «братвы» в кавычках православных, которые гранят выставки, которые бьют людей. Причем, в интернете вы, может быть, видели, как этот царион убьет не только мужчин, а и женщин. То есть, он считает себя правил ударить женщину. А в каком месте он проживает? В Москве. В Москве. Проживает и неплохо себя чувствует. А вот теперь еще повнимательнее прочитаем, но это не будем, наверное, читать про Бечипа, потому что и так все нам понятно. «Приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим». Это Евангелие от Иоанна, вторая глава. «И нашел, что в храме продавали валов, овец и голубей, и сидели миновщики денег». И что они там сидели, эти миновщики? Вы, наверное, знаете, что они сидели там не из корыстных каких-то только выгод, хотя, естественно, миновщики наживались на обмене денег. Но почему эти деньги менялись? в карван, в кружку церковную принимались только деньги чистые, не языческие, на которых не было никаких языческих изображений. А динарии вот эти все римские это, как Пураев говорил, это походный иконостас. То есть там с одной стороны император был, который обожествлялся, с другой стороны тоже разные байбоги изображались. И, в общем-то, конечно, этим самым монета осквернялась. Ее никак нельзя было даже занести туда, в храм. И поэтому вот в этих дворах прихрамовых сидели минувщики, которые на церковную монету меняли вот эти римские языческие деньги. И, естественно, волов, овец и голубей продавали не для еды, не на мясо, не на трапезу, а для жертвы, на жертвоприношение. Для жертвоприношения. То есть ну все, в общем-то, как и у нас сейчас. Только что деньги не меняют, а свечки, так сказать, иконы продают, даже иногда почти в храме. И вот, значит, из дела в бич из веревок выгнал из храма всех. Так же и овец, и волов, и деньги у минувщиков рассыпал, и столы их опрокинул, и сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. то есть вот понятно, так сказать, кому бы досталось, если бы сейчас Христос пришел в какой-нибудь славный храм и увидел все то же самое, что было тогда. То есть, понятно, что бичом он этим бил, скорее всего, все-таки не людей, а водоням, волох и овес из храма. И вот теперь хотелось бы прочитать другой отрывок из Евангелия от Луки уже 9 глава, который может быть как раз руководственным действием, который как раз может для нас являться своеобразной заповедью. Потому что ведь заповеди христианские это не только заповеди блаженств, да, 9, не только вся Нагорная проповедь, а можно сказать, что все Евангелие это сворода заповедей, и все эти чудеса, которые Христос совершал, и все эти поступки, которые Он совершал, все то отношение к людям, которые Он демонстрировал, да, это, можно сказать, все заповеди, это все касается нас. То есть с этого как раз мы должны брать какой-то образец поведения. И вот рассказывается о том, что Христос восхотел идти в Иерусалим для поклонения, на праздник, какой праздник? приближались, не сказано, какой, но вы знаете, что на большие праздники, значит, на Пасху, на праздник Пущий, да, 50-ти приходили в Иерусалим евреи со всех окрестных в весе городов и там около двух миллионов собиралось в Иерусалим в большом таком году приготовить для него. Но там не приняли его, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. Ну, опять же, чем самаряне от иудеев отличаются, наверное, не будем подробно, да, просто они не понимали, зачем идти в Иерусалим, когда у нас на горе Горизим тоже есть место поклонения, а Бога они, в общем-то, почитали того же, что иудеи просто по крови они, конечно, были не евреи. И вот у них на этой почве был конфликт. Как раз конфликт. Объектом конфликта вот это как раз поклонение было, да, где следует поклоняться Богу. Берем беседа с самарянкой, помните? Частота поклонения. Да. Правильность. Да, доходит поклонение откуда? Из Иерусалима или из Горизии. И вот, значит, самаряне не приняли. Раз идете в свой Иерусалим, значит, идите мимо нас. То есть, не сказано о том, что они, опять же, какую-то агрессию проявили по отношению к апостолам и Господу. Просто не приняли. Не разрешили зайти и остановиться во вселении. Видят ученики его Иаков и Иоанн. Сказали, Иоанн, помните, да, здесь он самый молодой из апостолов, самый младший из апостолов. А послание его соборное, да, первое, второе, третье послание, проникнутый любовью, да, дети любите друг друга, да, Бог есть любовь. Это уже апостол самый старший, оставшийся живых, да, к тому времени, когда уже всех апостолов в живых не было. Как он изменился, чувствуете, да, и вот Иаков и Иоанн сказали, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение. Понимаете? То есть, Илья, пророк, что сделал Илья, пророк, опять же, столь любимый русским народом. Ну, просто вот удивительно, насколько русский народ любит Илью пророка. В каждом, наверное, большом городе есть Ильинский храм, один из первых храмов в Киеве тоже в честь пророка Ильи был построен, да, а ведь если мы посмотрим на пророка Илью глазами христианина, мы просто, да, просто страшно становится, что сделал этот пророк. Опять же, в его Акафисте, по-моему, да, или где там в Тропаре, Илья пророка и завелиных посрамил Иси, там сказано так, что он посрамил и завелиных, то есть пророков и завелиных, да, царицей и завелиных. Каким же он образом их посрамил? Помните, да, там было испытание, был своего рода тест на то, чье поклонение истинное. Собрались, значит, четыреста этих жрецов, которые, значит, склоняли народ еврейский к идолпоклонству, вот, и положили на жертвенник жертву, дрова, и решили, что вот кто после молитвы, кого, значит, сойдет огонь и жертва будет принята, значит, вот того и вера правильная. И вот эти, значит, жрецы камлали, что-то такое, да, плясали, кричали, Илья Пророк задумчиво ходил вокруг и говорил, кричите громче, ваши боги вас не слышат, наверное, они уснули. Ну вот они весь день кричали, ничего не произошло. А потом Илья Пророк сказал, а теперь на жертву вылетев воды, там ров вокруг этой жертвы был, который весь водой наполнился, дрова намокли все тоже, и он помолился Богу и огонь сошел с неба, так что и вся жертва была сожжена, и даже камни эти расселись, да, распались от такого жара. И после этого что происходит, да, то есть вроде бы доказал истину своей реже, вроде бы все понятно. Однако же на этом Пророк не останавливается, он ставит над потоком Кедронским, да, по-моему, значит, всех этих жрецов, ну, ставит в каком виде? На колени со связанными назад руками, да, и проходит жертвенным ножом, всем им перерезает гору, то есть один четырехстан, понимаете? Так вот представить, да, как это, с точки зрения христианства, какой бы ты ни был правый, какой бы ты ни был пророк, какой бы ты ни был святой, но с точки зрения христианства это вообще никак нельзя оправдать и объяснить. Однако же вот я и хочу сказать, что Ветхия, после Ветхого Завета, все-таки Новый Завет изменил очень многое, и теперь мы, конечно, не можем, так сказать, некоторые вещи понять, переварить, так сказать, и оправдать. Так вот, но почитание, конечно, русским народом пророка Ильи, может быть, не только на этом было основано, уж я надеюсь, конечно, что не на этом, не на этой такой жестокости пророка, такой экстатичной жестокости, а основано на том, что русский народ был крещен, но не был просвещен, как выражался богослов. И если христианство в Византии, в Греции, в Римской империи начиналось распространение христианства, начиналось с чего? С проповеди апостольской сначала начиналось, да? А потом, когда возникали общины, когда возникали церкви в городах, первые христианские общины, возникали практически параллельно уже, то есть уже там во втором, в третьем веке так называемые катехизаторские училища, властительные училища, которые существовали для чего? Для того, чтобы людей, которые хотели принимать крещение и подготавливать к этому крещению. И это оглашение длилось, существует там не с хобесед, не год даже, а в среднем три года. Три года, представьте, человек где-то ходил на такие вот еженедельные занятия, разбирали, значит, и читали священное писание, чему-то, значит, христиане, значит, преподаватели, учители, или доскалы, да, учили оглашенных, молились даже с ними, оглашенные даже уже участвовали в службе до определенного момента, вот, и потом только происходило крещение. Естественно, уровень уже богословской какой-то осведомленности, да, и образованности можно себе представить, да, вот, и вот от этого, это было еще до Константина все, понимаете, а уже в четвертом веке, когда христианство получило, так сказать, свободу, все эти училища никуда не делись, это не значило, что сразу прям все стали приносить своих детей креститься, да, вот опять же примеры святых родителей Иоанна Златоуста, Василия Великого, да, они были христиане, то есть это не тот случай, когда у язычников христианин святой был, родился, да, потом стал христианин, а это тот случай, когда изначально как бы родители были верующие и крещенные, однако же крестили своих детей они когда, когда Иоанн Златоуста и Василия Великого крестили, что-то такое под 20 лет, по-моему, да, им было уже, то есть не было принято крестить детей в то время, там же обязательно было вот это оглашение, вот это научение, и посмотрите ситуацию в нашей церкви, да, тысячу лет назад, да, как вот оно, христианство возникло на Руси, вот как, так вот возникло как-то и возникло, да, оно возникло не от проповеди апостольской, оно возникло не от того, что там духовное училище все больше расширялись, расширялись там, и, так сказать, знание богословское распространялось, а возникло от того, что князь Владимир, да, вышел и сказал, кто завтра на Днепр не придет, тот мне не друг, вот и все. Можешь спросить? Вот я занимался треведерином, консистер, в Ростовском, в Градской области все на Починоморе были славы первых христиан, здесь уже какие-то были там небольшие обыскные христианства, первые метали, то есть были элементы христианства, это более официально уже было, приводили, принято всеми, а все равно отдельные христианские. Бои ли очаги, ну конечно, конечно, но все-таки основной, потом, да, вот так вот. И как мы знаем, опять же, богословское образование появляется на Уси гораздо позднее, там, в Великолатинской Академии, там, и так далее, и так далее, это уже гораздо позднее. Вот, и поэтому я о чем хочу сказать, что все-таки что-то я куда-то ушел далеко уже, да, с пророка Илью, я уже далековато, но я просто что хочу сказать, что пророк Илья вот все-таки почитался, почитался как некий такой микс из вот этих вот языческих представлений о Перуне, которые молнии мечут, да, и вот там пророк Илья на огненной колеснице, слышали что-то такое, что по колеснице там есть, вот. Так вот, да, колебить, если это не стало, потому что у нас, как бы, вверхов диалогливый, и по нашим правилам ты слишком много говоришь, что произойдет в эту сферу. То есть, надо же тебя будет сейчас так уже перебивать и вставлять какие-нибудь такие вопросы. я все жду, когда вы начнете. Да. Ты так сладко говоришь, что это правда. Ну да, мы не агрессивны, мы мирны, ну хорошо, устаковывайте, но жизнь-то не такая, мы оказываемся постоянно в этой агрессии. и для меня вопрос во многом, как христианину будет такой ситуацией, то есть, как бы, тема аж конфликта, да, и агрессия со стороны это конфликт, то есть, мы не идем по улицу, нам пристают ни с того, ни с сего, и как быть? То есть, что вы видите на христианстве? Это агрессивно, нечего, можно агрессивно. А вы не заметили, что сейчас одни из самых агрессивных людей, как общество, это считаю, как раз христиане православные? Вячеслав Геннадьевич говорит, что мы такие все не агрессивные, а общество нас воспринимает как очень агрессивно. Мы не говорим о агрессивных христианах, говорим, но у нас, как говорится, люди, которые хотят услышать, возможно, да, но я хочу услышать, что существует ситуация, да, ситуация связана с агрессией. И, вот я писал, что у нас есть такие правила смирения, терпения, есть пределы, да, то есть тема, сколько можно терпеть, да, то есть до какой степени ситуация агрессии христианин должен терпеть, смиряться. То есть это не так легко же разорлить будет. То есть легко говорить, что мы христиане должны быть мирными, ну да, а в жизни оно не так легко. И вот эта ситуация именно агрессии, что как быть? Сколько нужно терпеть? Если мы опять же будем разделять свою повседневную обычную жизнь, да, и свою религиозную жизнь, то она и разделится когда-нибудь. А если мы будем все-таки понимать, что все, и не только то, что происходит в храме, и в общении среди верующих людей, а все в жизни человек происходит по воле Божьей, то надо все-таки наверное думать, что ситуации какие-то опасны для человека, ситуация вот этого нападения там совне, да, Бог попускает тогда, когда человек бывает в какой-то степени к этому готов. А готовым нужно быть здесь в каком плане? В том плане, чтобы воспринимать всегда какие-то идеалы христианские, вернее, стремиться к идеалам, но тем не менее понимать, что иногда мы этих идеалов не достигаем. А идеал, идеал в этом плане какой? Ударит тебя в правую щуку, да, в противе левую. То есть не отвечай злом на зло, не отвечай ударом на удар. Вот идеал. Я просто эту тему я обсуждал с студентами-заочниками большая часть священники. То есть эта тема вообще конфликта обсуждалась. И легко говорить о высоких материях, но когда ближе к жизни становится все гораздо сложнее. Когда мы говорим о конкретных людях, близких к нам, и, например, тоже такой пример, который очень находит страшный, например, агрессия по отношению к ребенку. То есть часто насильники насилуют, убивают, и люди потом приходят в храм и спрашивают, а за что? Почему? И вот эта агрессия у общества православного, то есть как общество православное переносит вот такие ситуации. То есть это агрессия, причем очень такая грубая и здесь людям не всегда вот эти слова о том, что мы должны терпеть, смиряться, они доходят. То есть они не понимают, они не слышат этого. То есть я хочу говорить о таких темах сложных, действительно, которые человек ставит в тупик. Да, которые его объемы предъявят. Для меня тут тупика нет абсолютно никакого. Там, может быть, обнаружат для кого тупик еще чтобы задеть стержень. То есть я начну опять же немножечко не с того, не с таких серьезных страшных моментов, а гораздо более простых. Вот приходит отец, сын, который учится в школе, в священнику и говорит, батюшка, ну как же так, если я буду учить своего ребенка, значит, чтобы он все время подставлял вторую щелку, чтобы он не отвечал на побои, чтобы он был таким смиренным и безропотным и безответным, тогда что из него вырастет, какой-то мужик вырастет, какая-то тряпка какая-то, которого все будут гнобить и в конце концов просто какой-то моральный урод будет. Я говорю, ну скорее все так. А как же тогда выйти из этого положения? И тогда я говорю про такие очевидные и понятные вещи, что в Евангелии сказано про того, кто тебя бьет, не твоего ребенка бьет, ничего либо другого ребенка или какого-то другого человека бьет, а тот и тебя бьет. Вот этому человеку ты имеешь право не отвечать, а подставить вторую щупку. А вот если ты видишь, что бьют другого, ну как опять же представить дух христианский, человека, который в общем-то так сказать, пробитный дух, который проходит мимо, когда бьют какого-то ребенка или слабого человека. здесь наоборот, христианство побуждает человека защитить, пусть даже методом насилия, пусть даже методом агрессии против этого человека, защитить другого. Я вот говорю этому отцу, говорю, представь, сейчас я закончу мысль, это забуду, представь, что вот этот цирк, сам не будет отвечать, когда его бьют, но когда будут обижать при нем кого-то другого, он обязательно вступится с кулаками и защитит. Вот тогда как ты думаешь, будут его считать тряпкой, слабакой? Наверное, нет, потому что наоборот будут, глядя на этого мальчика, думать, что его не противление не от слабости, а от каких-то принципов, от какого-то очень серьезного новозрения его, правда же? Вот, мне кажется, здесь все очевидно, то есть лично, когда тебя обижают, убьют, ты лично имеешь право не ответить. Когда бьют другого, а уж тем более слабого, уж тем более совсем без защиты, вот такого ребенка, то обязательно надо вступиться и наказать, и если нет других способов оградить общество от таких людей, то, в принципе, да. То есть, можно сказать, агрессия все-таки допустима, к тому же христианину. Агрессия это нападение, а это агрессия на агрессию, да, то есть нападение. Вот я об этом и хотел уточнить, что важно понимать, что агрессор только один, тот, кто нападает первым, тот, кто применяет насилие в ответ, уже не агрессор, это уже обороняющаяся сторона. Да, если так. А если перед ним не стоит проблемы решить, он так, агрессор или нет, что применять, там лишь соответствие сопротивления угрозе, мер, мер, да. тоже эта тема поднималась, кстати, вот про эти, по поводу там, шкуров, ну вот, если это ребенок, то речь идет про школьную ситуацию, и, ну, скажем так, что для меня это, вспоминаю себя в молодости, помню, для меня это была проблема, да, то есть, я попадаю с ситуацией, и, я не знаю, не умеет, как мне жалко человека бить, и так далее, но попадаешь в них, и не так давно у нас была встреча, что-то вот здесь уже, на этой природе, потренируйся, и тогда получится, и на то мы будем сказать. Я думаю, что все-таки было бы логичнее схему, которую предложила Мария, мы бы сначала разобрали в виде конфликтов, в соотношении правомерных действий сторон, кто является инициатором, кто отвечающий стороной, тогда бы сейчас как-то все в одной куче, и поэтому непродуктивно и ответ не получается. Все-таки то, что Мария предлагала, само понятие конфликта разобрать, что это такое? Ну, я с вами не соглашусь, извините, то есть, как бы, следуя логике мероприятия, если мы сейчас будем все-таки писать, мы уснем, да, то есть, нужно понимать, что есть такая динамика, у вас есть склад мышления определенный, требующий категорий, формулировок, да, и вы способны это воспринимать. Вы просто человек, который может это прочитать, вы это и так знаете. если мы будем сейчас в обществе обсуждать так же, ну, во-первых, зная, может быть, процедуру, да, то есть, общаясь с людьми, мы уснем, примерно, через 10 минут. Поэтому есть цели, цели, что мы говорим о вещах, ну, в данном случае мы говорили о высоких вещах, христианских, и мы слышим их в храме на проповеди, ну, да, красиво, но оказывается в жизни мы теряемся, теряемся, потому что у нас нет ответов на эту реальную ситуацию, на нашего реального человека, который я сейчас есть. Я не святой, да, то есть у меня мои страсти, они не побеждены, и я оказываюсь в этой ситуации, и я вижу, что мое вот это взаимодействие с человеком, оно не будет христианским, да, вот, а если мы будем разбирать по схемам, ну, мы уйдем лучше примеры, главе, что решили эти вопросы, это намного лучше, как я решал, какой-то, как решился положительно, что это было важно, потому что по тобой это были, как и все проходили, надо, чтобы было положительно, что вот так вот. Я думаю, что если мы как христиане занимались этим вопросом, то нужно границу конкретную положить, когда на тебя напали как на человека и ты защищаешь свою биологическую целостность, пример конкретной жизни приводить. Преступник, он преступник, правительственный границ подставил конкретный пример из жизни из вашей жизни. Зачем мы-то был так и занялись? Можно сказать вот такое предложение, мы обсуждаем, обсуждаем, иногда надо сделать такую паузу, а кто-нибудь что-нибудь хочет сказать, потому что хочется сказать, и то есть этого нет, не доходит, потому что во-первых, вам предоставляется возможность сказать. говорит, давайте, я хочу находить еще три слоя России, две поколки слоя России. Подождите, мы сейчас слушаем, что-то мы послушаем. То есть я один раз хотел сказать про бич еще в таком плане, что в комментарии есть по ритмамозавиту в этом месте, почему он погонял господь бичом этих животных, потому что эти животные принадлежали по-моему священнику Ананию там было. То есть священники чем занимались? Они занимались производством выращиваем этих заводов или глубей и так далее и так далее. И то есть он хотел вот это показать. То есть если там читать, и кто-то может подробно что-то узнать об этом. То есть осталось это священство, потому что надо священнику заниматься своим делом, а мне заниматься вот уже этой наживой. Но это вот один момент хотелось сказать. Второй момент в отношении вот знаете такого вот непротивления злонасилию. То есть нельзя буквально принимать вот эти вещи тоже. То есть нужно думать в каждом месте. То есть Господь говорит в Евангелии будьте просты как голуби, то есть кротким и простым как голуби немножечко скажем и мудрые как змеи. То есть тут нужно тоже в каждом его прочитать комментарии Евангелии. И они есть разные у разных цветов отцов. Что имеется в виду? Но кротость это понятно. Кротость это то есть это неизлобенность. может быть в каждой ситуации. То есть когда нападают и как нам воспитывать своих детей. На детей нападают, на нас нападают. Вспомним святых отцов в персонате великого дня на пророках. Что они советуют? Им также Абудрофим прочитаны недавно. Они советуют пример из вашей жизни когда в конфликтной ситуации вы исполнили святого отца и вам это помогло. Вот это знаете это надо вкупе вспоминять. что это христианство и не только в вашей жизни когда вы смогли подумать и успеть вспомнить святого отца и ситуация сама молитва помогает. Работаю в коллективе коллектив у нас не верующий а не я верующий мужики не понимают потому что люди не понимают и так далее и про себя Иисусова молитва сокращенная или же как-то иначе молитва Пресвятой Благородицы Пресвятая Благородица помилуй помоги произносишь и постепенно все это решается не сразу не прям какое чудо прячут со временем все становится на свои вот я уже 7 лет божьей милостью меня терпят я и терплю все нормально беру беру спасибо спасибо вопрос не могу визит вопрос про змеи на самом деле бывает даже ситуация конкретно есть играть на коду существует конфликт я знаю непопустимо все это здорово получилось я знаю вот она сидит передо мной я знаю что она говорит у меня за спиной я такая в Иисусову молитву ушла в итоге это все у меня копилось достаточно годами и привело к такому напряжению которое вылилось сложные такие уже психологические моменты и вот у меня до сих пор всегда возникает вопрос когда есть такая подобная ситуация где-то грань когда я могу этот конфликт вывести в открытую стадию дабы не терпеть не молчать я знаю что ты про меня говоришь я ничего не могу сделать просто потому что нельзя это я так решила вот где эта грань когда я могу сказать и когда ты как человек который только пришел в церковь начинаешь осознавать что вот эти твои мысли это о ужас как себя принять такой с такими мыслями надо во-первых понять что вот а для этого человека эти мысли не о ужас ну вот да понимаете для него эти мысли вполне обычные нормальные он не хвалит всю свою жизнь он не знает что может быть вообще альтернатива как его поведение вот этих подстав вот этих подковерных игр интриг там осуждение понимаете вот это в первую очередь надо понять что действительно христианин от других людей отличается мы сами это забываем очень часто что мы живем нам кажется ну да все такие же как мы а все не такие как и мы у них другие идеалы у них другое мировоззрение поэтому исходя из всего этого хотя бы пожалеть этого человека понять что он но он не счастлив сам в себе понимаете мы тоже не счастливы потому что на нас на острие этого всего направлено да но он не счастлив тем что он это острие направил понимаете поэтому здесь здесь уже речь идет о словесных каких-то так сказать методах и средствах я думаю они-то вполне допустимы зачем терпеть здесь то мы говорили о рукоприкладстве теперь мы как бы то что говорили о рукоприкладстве переносим на обычное общение здесь я думаю можно если есть какое-то средство возможность сказать то можно и сказать и не обязательно так долго терпеть а потом есть же знаете такие вот вещи когда методом может быть какой-то хитрости какого-то лухавства ну не лухавства а именно хитрости да человек к этому перенастроить по отношению к себе то есть почему мудрый как змей да мудрый как змей будьте да то есть сын или века сего мудрее сынов царствия своему роду вот почему собственно говоря вот она говорит на вас какую-то гадость потому что она считает что и вы тоже гадости на нее говорите а мы вас а вы возьмите как-нибудь другому человеку про нее скажите что-то хорошее пусть это будет неправильно или конфетку из шоколада ну конфетку шоколад можете действовать я бы не оттуда я бы мне обед не сдавал то есть да то есть перенастроить наступить на себя принудить себя к этому хотя она нам не симпатична но попробовать ее перенастроить сказать другому человеку про нее что-то хорошее а тот человек скажет ты знаешь она про тебя что-то хорошее сказал и та уже подумала а че же я про нее так говорю они меняют же со временем меняют то есть это нечего а потом вы говорите честно надо было все же леща едать можно нормально я просто прокомментировать тоже хотим я вот сама учусь на психолога и посещаю психолога и вот она верующая церковная женщина и она очень хорошо про это говорит что для того чтобы перед тем как стать святым надо сначала стать человеком нормальным человеком и поэтому у меня тоже часто возникают такие вопросы и по сути если наоборот мы же там тоже есть такая же ситуация и в общем-то практически то же самое рассказывала другая женщина и она говорит вот я сижу творю эту сумму молитву и понимаю что я просто сейчас бы прям эту женщину она и говорит ну ты богу ты хотя бы не ври он-то все равно понимает твои истинные как бы намерения и поэтому ну как бы если ты молча сидишь но внутри ненавидишь то это не особо так христианское поведение и поэтому как она предложила ты сначала принимаешь ну да я такой не святой и разрешаешь себе не то что жить так дальше но понять что ну да такой вот я принимать себя таким а потом уже да как-то словесно выяснять это потому что если ты будешь молчать петь то долго не будет продолжаться в итоге реча не слышим очень хорошо поэтому как-то разрешает это звание я просто хочу сказать мы никак не определимся для формирования христианского самого как себя еще понять проверить конфликт это искушение если человек не искушает ничего не стоит христианин надо слушать не говори еще кто хочет не искушает сейчас вы говорите что вы говорили примеры скажите кто у кого как ну я помолчу мне вот это зла а потом человек стал писать жалобы обречать как в евангелии говорится и ситуация то есть господь этого ждал то есть пришла помощь это обстоятельная изменена и все стало просвет пошел большой то есть многолетние это было искушение это было по благословению по благословению а потом грешили другие мы все наверняка слышали то что нужно вот в евангелии сказано надо разговаривать с неверным с язычниками на их языке чтобы им было понятно и вот ну есть люди которые воспринимают для них авторитет только силы то есть они не станут тебя слушать если ты там меньшим уростом или еще кто-то то есть можно именно без ненависти а как-то остановить именно с кулаками и физически то есть можно остановить и показать то что ты тоже сильный но показать не уничтожить это не унизить человека а показать свою силу и сказать то что мы равны и с уважением показать силу да и без унижения Ли пример из жизни можно я прокомментирую тогда ваш пример что на самом деле я тоже вспоминаю школу понимаю что нужно было драться потому что драться не потому что они меня ненавидят просто это форма общения то есть тебя хотят проверить какой ты есть человек и то же самое касается христианства то есть эта ситуация непроста и действительно можно пострадать и часто людям просто нужно чтобы ты показал что ты есть человек потому что христиан думаешь что он мямля не пойми чего размазня просто достаточно показать что это не так и дальше идут нормальные общения то есть как вы правильно сказали люди так мыслят то есть мы говорим о геттхом завете там нужен кулак и сейчас например так только происходит общение как правило с современными неоязычниками русскими у них есть культивы русских но как правило их даже ну вот у нас соленый есть новый сотрудник он нам рассказывает что аргументы логические они не слышат потому что им проще поверить что мы с Марса то есть вы знаете они считают что мы с Марса русские что от нас все пошло и для них это нормально и они не слышат они говорят что да там все джедомасоны нам всю эту информацию дали но когда православный человек даст кулаком несколько раз они начинают по-другому говорить и слышат и все становится настроиста то есть получается в нашей жизни и то и другое нужен то есть есть человек который способен на такое потому что я не способен так и доказать нет никаких способностей но конфликт он конфликт это требуется не только нам на другой стороне то есть конфликт и ситуация недостаток общения нас не слышат нас не понимают тоже может быть конфликт на работе нас не знают и конфликт возникает от незнания друг друга и нужно познакомиться и конфликт это ситуация когда мы с вами сталкиваемся потом мы друг друга знаем как оболклиного есть такое выражение познакомьтесь потом дальше оно идет спокойно но у мужчин по-другому мы ничего не знаем сложнее все сейчас сравнялся я сравнялся сейчас мужики я так понял что конфликт это то к чему должны быть готовы и готовы не со страхом не с ненавистью а потому что понимать что это часть нашего жизни нашего дела общения с людьми я просто так понял вот вам словом надо было сказать что я полчаса наподеваем пусть она позрится ничего то есть мы боимся видеть человека она скажет она не ходит в церковь она скажет вот ты ходишь в свою церковь там тебя что научили это называется манипуляция как психолог должна это понимать и надо с манипуляцией бороться как ну я простой человек нужно признавать свои слабости мы не хотим показать людям свои слабости а это нужно подпоказывать и когда мы научимся принимать себя такими какими есть перед другим показывать будет легче то есть мы сами себя загоняем в угол то есть мы хорошие мы не можем ничего ему сказать почему мы хорошие кто это сказал что можно на ваш вопрос легко ответить на самом деле сколько можно терпеть есть определенный этап за которым вы терпеть уже не сможете когда свои дети будут ух ух ну а вот как совесть отличить от комплекса вины то есть ты конфликтовать с ней не поймешь то ли у тебя это совесть давайте вот смотрите мы чувствуем что мы запутываемся по двум причинам запутываемся во-первых мы конфликт и агрессию спутали местами меняем тасуем то есть обсуждаем то и другое одновременно мы поняли что мы должны выйти на конфликты агрессия это как один из способов участия в конфликте вот то есть это все таки разные вещи когда речь идет о нападении каком-то внезапно на улице да человек у тебя это все таки агрессия это не конфликт а конфликт да конфликт все таки это что-то конструктивное когда между сторонами должен быть в идеале какой-то баланс да то что касается неоязычников я не понимаю что тут может быть какой опять же конфликт когда это люди говорящие на разных языках как опять же мы с вами выяснили они говорят на языке насилия христиане говорят на языке любви если принципиально между этими языками ничего общего быть не может да то мы можем с китайцами разговаривать очень долго правда проповедовать им но это будет совершенно бессмысленно или учи их язык или просто не не общаться с ними и не тратить свое время так же и здесь да пусть милиция перевоспитывает чего мы их перевоспитывать зачем этих отморозков которые убивают людей там и бьют этих несчастных вьетнамцев человек перевоспитывает их надо наказывать и ограждать от них общество это вот опять же это агрессия да конфликт это одно опять же это первая причина по которой мы путаемся вторая причина по которой мы путаемся это мы идеальные модели да путаем практикой то есть это же разные вещи один сказал об идеальных моделях другой тут же говорит а приведи пример из жизни да то есть чтобы нам понять на что надо ориентироваться жизнь надо во первых сначала обсудить модели идеальная если вы все таки с вами согласимся с тем что я сказал что идеальным модель для христианина ты все-таки непротивление зло и насильно когда касается лично тебя понимаете это значит что не ограждать общество не ограждать других людей от зла и от насилия и агрессия когда тебя касается да ты можешь подставить вторую щеку когда бьют лично тебя ты можешь не ответить злом когда зло направлен лично против тебя Вот это идеальная модель. Если мы все согласны с этим, то все остальное мы уже обсуждаем, исходя из этого, в свете этого самого главного. Поэтому, понимаете, вот это все, что касается, как реагировать нам, когда что-то внезапно на нас направлено, опять же, агрессия. Что? Вспомнить о чем-то. Да понятно, что когда тебя бьют, ты не побежишь открывать Евангелие и читать цитату, которая тебе поможет все это пережить и правильно среагировать на это. В том-то и дело, что вся жизнь христианина на что направлена? Чтобы человек пропитался духом христианства, чтобы он уже делал так не потому, что он делает так, вспомнив, что так надо делать, а что он делает так, потому что он не может так не делать, он не может по-другому делать. Вот когда вот такого уровня достигает человек, он уже... И я как раз и начал говорить о том, что для того, чтобы достичь высоты, надо начать этот путь с самого низа вершины. Да, самое низа вершины, это не врагов научиться любить, а тех, кто тебя любит научиться любить. Очень правильная мысль. Сначала людьми надо стать, а потом уже христианами. Вот на ногу тебе наступили, а ты не ответь, не оскорби, ерунду какую-то тебе мелочь не сделали, а ты старайся опять же мелочью какой-то, ну хорошей, ответить. Ну что тут такого? И потом, когда это уже станет правилом для твоей жизни, следующая ступенька, потом следующая, потом дальше и так далее. Ну вот, к примеру, про путь нападения, допустим. Ну вот я знаю, если я, допустим, ну, не я сейчас, я вот тоже, как пример, я отец семейства, у меня там много детей, жена, и вот если я сейчас от себя от своего врага не защищу, я не буду неиспособен там какое-то время, я не смогу защитить ближних. Вот как тогда быть? Ну вот я знаю то, что вот если я сейчас, допустим, не ударю этого человека, он меня может там и нож достанет или еще что-нибудь, и дальше, то есть будет... Вы знаете, вот вы, наверное, вам сколько лет? Двадцать два. Двадцать два, вот. Ну вот это уже два раза почти меньше, чем мне, да? Мы, вот 40-летние люди, да, там, старше, помните мы вот, когда нам было по 16-17 лет, в каком мы жили обществе? Гопники, Люберецкие группировки, этот, как скажите, татарцы, татарские, этот, вот, набережные Челны, столица Гопоты вот этой всей советской была, да? Что там было на улицах, там, когда эти вот гопники с прутами ходили, все там черепа крушили, то есть это вообще были градус, вот это вот, как, вот, Доргора, Спартановка, это вообще ужас там, да? Ты из какого района, я помню, один раз, рядом просто со своим домом вот был. Да, вот, вот, ты из какого района? Я уже очнулся, у меня уже все локти сбиты, потому что я просто так нагодничь уже упал и по асфальту еще проехался, на локтях уже никого нет. Я даже не успел ответить, ну да, вот, и вот, естественно, вот, с того времени страх остался, что ты вот идешь, и на улицу кто-то подойдет, тебя ударят, да, и ты ничего не успеешь, и ты ходишь по улице, вот такое весть, и ждешь, что тебя сейчас будут бить, там, возможно, ногами, там, так далее, вот, но уже это... А ты готов к конфликту? А я, да, я готов к нам, постойте, мы обсудимся, в сторону зайков, там, даже не конфликт, ну да, не кажется, здесь нету, то есть человек постоянно напряженно готовится, и, понимаете, страх вот этой агрессии страшнее, чем сама эта агрессия. Это психическое заболевание такое, что все поболеть сложно. Страх вот этой, без тайного уроза, что тебя кто-то ударит, я потом на каком-то уже уровне это понял, когда уже у меня там встал 30 с чем-то, я думаю, да, что я все время боюсь, ну пусть когда-нибудь по морге дадут, да и встану дальше, пойду, да, или там. У меня было... Добавил Парюшка, молитесь, господи. И веди напасти. Я молился, да, у нас в Никитской церкви, когда я служил, значит, это сейчас опять же вот это все маршрут, вы поняли, я что хотел вам ответить, да, что сравнение, да, все-таки сейчас ситуация в этом плане намного спокойнее. И сейчас есть гопники, и сейчас есть такие, которые просто там наркоманы какие-нибудь, да, подбегут, ударят, но раньше это было намного больше, поэтому я знаю, о чем вы говорите. И я что и хотел вам ответить, что бояться этого постоянно, это хуже, чем неожиданно получить, что называется. Мне кажется, Александр чуть-чуть другое делал. Он другое делал, да, конечно, дотом. Мы убежали от всего. Другую, я ответил непрямо, я ответил на то, что он не спрашивал, да. Вот, так вот я тебе расскажу эпизод из своей жизни. Значит, я уже поздно вечером, это был какой-то ноябрь, тихо темное время такое, год. И со службы шел, с Никистского храма пешком, и у нас там, значит, вот эта вот улица Афганеровская выходит на продольную, и там множество всяких забегаловок, каких-то, значит, вот этих, закусочных, где просто бичи там всякие, алкаши приходили там, накатывали и выходили. И вот я проходя мимо, а народ стоит на остановке, там кто-то автобусы ждет, ходят, все туда идут, в общем-то такая улица оживленная. Вываливаются оттуда три товарища, один из которых падает, и двое начинают его ногами пинать, значит, бить. То есть, он так не по-детски нормальный, его бить. Он, наверное, пьяный, они пьяные. Ее такое, иду, думаю, что делать. Надо как-то влепиться. Ну, я влепился, значит, подхожу, так уже метра три, говорю, что такое, в чем дело, что вы делаете? Они такие, знаете, так вот, только отставили его сразу, и ко мне сразу пошли. Я такой, хоп, и, значит, сразу прям уничтожился. У меня есть вот такой нож, достает, и на меня с этим ножом. А я не спецназовец, я не знаю, что делать. И как-то так все сразу, быстро у меня так сразу. Я как дал ноги, одних, одних, значит, с этим ножом. И, главное, отбежал что-то на несколько метров, обернулся, думал о ней, а они со мной бегут, понимаете? Народ стоит, все, значит, все наблюдают. Ну, как наш народ, понятно, да? У тебя убивать будут, их тоже не подойдет. Ну, и так я дальше побежал, бежу, отстали все-таки. Я потом уже там машину остановил, мне проехал. Да, прохожу мимо, но главную цель все-таки я выполнил, понимаете? Я не скажу, что я героем там оказался в этой ситуации, правда? Ну, я от этого человека их отвлек, вроде он, так сказать, не так пострадал, как могло. Вот и все, понимаете? То есть, эти ситуации возникают настолько неожиданно, ты никогда не успеешь. Там, сколько раз там, в метро тоже, полраз там, ну, что там, братан, чик опять нож, часы сняли там, ну, тоже пацаном. Вот, ну, что делать? Ну, вот так, да. Ну, если вы хотите, ну, давайте, идите, тренируйтесь, там, защищайтесь, там, или носить оружие с собой, то есть, вот, там, мирскими способами пользуйтесь. А так, вообще, я говорю, что любой человек, да, к сожалению, с этим, чай? Ну, надо убегать. Ну, конечно, надо. Это у нас, кстати, по поводу Шипулина, который у нас подзвучало имя, он говорит, что у него тренировки будет, он говорит, так тренирует в Израиле. Там есть три уровня подготовки. Первый, это уровень ребенка. Это что, попал в ситуацию опасно, что, убежал. Да? Нужно убегать, то есть, это нормально. Потом вторая, там, второй уровень женщины. То есть, ты попадаешь в такую ситуацию опасную, первое, что делаешь, как ребенок убегающий. Да. Потом второе, что, ну, второе, наносишь, калечишь удар и убегаешь. То есть, все, как бы, повторяется, то есть, нужно от конфликта сбежать от этой ситуации. Ну, потом, может, мужчина, это мужчина, ну, диалог вступает. Убегаешь, калечишь удар? Нет, сначала диалог. Диалог, то есть, там, ну, опять же, тоже по ситуации, тоже, либо диалог. Нет, да, по-моему, убегаешь, если не можешь убегать, вступаешь в диалог. Вот, и потом там тоже калечишь удар, либо так далее. То есть, бегство с поля боя, это нормально, да, то есть, сейчас там. Да, измотать сокрытый, да. Удариваешь. Тут надо, наверное, тоже учить, где же, кстати, базу, ну, как, ничего, нормально. Не знаю, сбегать. Ну, не знаю, может, я не достигла каких-то высот духа, но, по-моему, это, ну, точно, для меня, очевидно. А если бы я по мужчине, что тебя бьют, это, ну, и ты уже не можешь убежать, не успел ты уже, то, по-моему, ну, как можно стоять и ждать, пока тебя добьют до конца, и в ответ, и все. Мне кажется, это, можно сказать, не является. То есть, молодой человек, что там конкретно вопрос. Вот его будут бить, много детей, ему, что делать, ему, защищать себя? Защищать. Я думаю, защищать надо. Вот я до этого, знаете, вы мне не дали сказать, надо не у меня учиться, что-то там примеры жизни приведу, а я вам хотела привести пример святых отцов. То есть, оттуда пример. Из монастыря Аллы Сириды, то есть Алла, в Астануфе, ему задавали монахи такой вопрос, разные вопросы. Вот нас благословил отче, и мы идем через местность, туда-то, там, в другой монастырь, а там персы или турки. Что делать? И кто будет нападать? Он говорит, возвращаться. То есть, нельзя напрасно искушаться, надо беречь свою жизнь. И самим вот в этом гарнире искушения не надо. И надо защищать. А вот если, допустим, напали там в плен, да, в плен сдавайся и будь кротким. И также вот, допустим, вот, если, ну, вдруг будет такая ситуация, ну, раз мужчины так об этом думают, а я, женщина, просто об этом думала, я эти мысли запоминала. Если, ну, буду, допустим, там, ну, не вырваться, все убивать, ну, да, но только тогда ударь под рогичами, щеки, будь кротким просто. То есть, не иметь того же к насильнику, но себя все-таки вот до возможности надо защитить. Тем более, если это мы дети. Ну, вот, не так. Простите. Можно я тоже вопрос задам? У меня вот вопрос в последнее время очень-то проходит. Можно? Конечно. Вы видите, что у нас все молчат. Вот сейчас, не знаю, готовится, наверное, закон, да, в оскорблении чувств верующих. И, ну, вот у меня, как бы, давно я еще когда-то прочитала фразу Честертона где-то, то он говорил о том, что я готов очень легкомысленно относиться к своим мнениям, но вот, как бы, к мнениям и догматам моей церкви я отношусь очень серьезно и готов защищать их до крови. Вот, и вот параллельно с этим, вот, вот этот вопрос о защите чувств верующих. Вот, мне интересно, как вообще, вот, вы к этому относитесь? Потому что, ну, вот, исходя из того, что отец Дмитрий говорил, ну, и вообще, как бы, вот, ну, лично мое мнение, то, что, как бы, что это за понятие такое чувство верующих? Ну, давайте я расскажу, что, в общем, сейчас, ну, как бы, не совсем далеко найти на нашей церкви. Ну, это же конфликт, это же ценность, как бы, да, вот, наша ценность христианская. И когда начинают оскорблять ее неверующие люди, как мы должны к этому относиться? Вот у меня вот это вопрос. Да, я поддержу, матушка, знаете, вот, здесь есть какая-то тонкая грань, которую, может быть, стоит обнаружить, что, можно ли мы так сказать, что мы, как христиане, должны всегда, и вот о чем, как же батюшка говорил, что значит выработать этот механизм, видеть некоторую стержень в любой ситуации, который бы для нас обозначил, как нам поступить, как христианам, да? То есть, вот, просто если мы упустим вот эту религиозную составляющую нашего жизни, то мы просто будем, как психологи, поступать, да? Ну, что было бы, что вы психологи? Я не говорю, что было бы, что это не есть настоящесть жизни христианина, легиозного человека. Сначала стать человеком, потом христианина. Ну, это, когда вы говорили, как все принизить плавно. Нет, нет, ну, была предложена такая методология, понимаете? Ну, не было сказано, что она истинная. Здесь можно попробовать спорить, вот, а это поступательный процесс или нет, да? Вот, можно ли быть неверующим, вот, и генеритика, то есть, какие-то промежутки. Когда человек становится верующим, когда он только 20 лет, он истидает. Когда 20 лет растет, а потом раз верующий. То есть, есть же другие примеры детства, когда они начнут. Поэтому, мне кажется, вот здесь вот, чтобы обозначить нашу специфику обсуждения, вот, чтобы выйти на меня эту грань, вот, и вот, подержу вот, матушку, да. Знаете, вот, всегда вот сложно обнаружить в том или ином конфликте, в состоянии агрессии, в нападении, а какая есть моя религиозная, собственно, жилка. И вот, когда батюшка обнаружил свою ситуацию вот с этим трое злотца, да, знаете, вот для меня как-то открылось, вот, не столько, может быть, я помог ему, как человеку, да, что его там не забили до смерти, но в этот момент мое сердце, моя совесть уязвилась. Я не мог, я вступил в конфликт со своей совестью, я не мог пройти и не отреагировать. Если бы я прошел мимо, то конфликт бы просто перешел в латентную форму, я пришел бы домой, кому-нибудь дал бы. То есть вот, как бы, ну, вот, как вот персонаж батюшка здесь, да, то есть он не смог, мне кажется, вот этот конфликт перевести в латентную форму, и он вот так его решил. Но на самом деле конфликт-то вот в этой совести человека внутри, он усмотрел в этом, будучи уже священником, да, батюшка? Да. Уже будучи священником, что если он пойдет против своей совести, как человека, как священник, как христианина, вот здесь родится какой-то страшный на самом деле конфликт, который и нужно было решить. То есть, если бы там не было, мне кажется, вот этой религиозной составляющей, то, может быть, и не нужно было ничего решать. Мы не можем защитить каждого, который бьет. Но в каком-то моменте это нужно было сделать. И вот как нам это было явить, составляющую, я не знаю, поэтому я ее обнаруживаю. Это мы отличаемся от психологов. Мы тогда бы пошли на курсы психологии. В этой ситуации человек бы и нерелигиозные могут так поступить по совести. То есть, это не идет о христианстве. Это общечеловеческая ценность. Нет, вот я здесь не согласен. Методологически, понимаете. Общечеловеческие, то бишь христианские. Вы говорите об общечеловеческих ценностях, а они, тождественные, христианские. Нету общечеловеческих ценностей. Зачем нам говорить, что мы попадаем в этой ситуации. Я вижу, что необходимы конкретные советы и примеры поведения. То есть, идет драка. Подошел, сказал и убежал, что-то мы побежали. Вот я вижу конкретные рекомендации. Она нормальная, человеческая. Методоксадимитрия. Завемо. Вот ты конфликтуешь сам с собой, с тем, что говоришь. С одной стороны, мы хотим дать каждому некоторый инструментарий, а с другой стороны, ведь ситуация абсолютно непредсказуемая. Мы не можем дать на каждую ситуацию золотой ключ, который отомкнет ситуацию. То есть, мы должны в человеке что-то такое выкристаллизовать, чтобы он это смог бы в конкретной, абсолютно абсурдной ситуации вдруг проявить, и он бы решил этот конфликт. Молить, понимаете? Нет, ну, я согласен, когда, говорит Саша, молиться. Ну, если хочешь, сразу раз на воздухе. А их секонфликта нету, да? И перекрестил этих разбойников, они так замерли возле лотоса. И все, понимаете? Но проблема-то во мне, то есть, внутри меня, как в человеке, который идет, сталкивается с этой конкретной ситуацией. Но если у меня внутри, вот, все-таки есть этот кристалл, опираясь на который, я бы смог бы вырулить. Ну, Батюшка, я, как бы, понимаю Вашу позицию в данном случае, что речь идет о формировании личностного исследования, как то, что должно в конечной ситуации мне ответить, ну, как интуиция, или это будет помощь Божия, да, как это откроется, которая должна ответить на эту ситуацию. Но я говорю о людях немощных. Потому что Вы говорите, это мы говорим, опять же, об идеалах. Я не вижу этих идеалов в нашей Церкви. Я вижу простых людей, которые сталкиваются с проблемами. Идеал, он есть. Человек хочет его достигнуть. Но в ситуации, в которую он попадает, сколько раз Вы встречались в ситуации, когда нужно было объезжать от этих людей и их комплекс совести? Как поступает? Один раз, да? То есть, это один раз, это ситуация такая сложная. И здесь я хочу просто, чтобы люди часто теряются, не понимают, что сделать можно. То есть, получается какой-то ступор. То есть, он христианин, да, он как бы верующий. Но у него может возникнуть в голове идея, я должен пострадать, да, я должен смириться, поставить щеку. А тут нож идет, к примеру. И вот это может не сработать. То есть, его представление о христианстве, оно дойдет до такого, ну, такой ситуации. И, ну, не знаю, может он там святой, или нет. Вы просто придумали этот пример. Вы знаете, вообще не надо таким заниматься, абстракцией даже. Неинтересно, батюшка все правильно подводил. Он подводил, что нужно все-таки брать вот души, да, как религиозная основа. Вот это. А инструмент мы не дадим каждому человеку. Потому что, вот смотрите, Серафим Саровский на него, нападали на него. А он решил, у него была такая духовная мера, пусть его избивают. Пусть его там вот так. Это такая духовная мера, каждому христианину будет разная. И он будет по-разному подведен. Вы понимаете, каждый на разных ступенечках находится. А может, какой-то инструмент каждому человеку дадим простому, даже не религиозному. Да такого быть не может. Ну, я с вами абсолютно согласен. Я, как бы, говорю об одном и том же, да. То есть есть человек, простой человек, да. Он, мы сейчас слышим, как человек в этой конфликтной ситуации себя повел. И потом попал в такой ситуации, и он вспомнит об этом. Он скажет, да, я могу так сделать, примерно. Ничего не вспомнит. Ничего не вспоминается. Адреналин ничего не зачитывает. Ну, я думаю, что отец Дмитрий не абстрактный человек, это не абстрактная ситуация. А я про вас говорю. Ну, я абстрактный человек, я абстрактная миссия. Он меня приводит, говорит, вообще не нужно. Хорошо, да. Я в детском саде. На ухо еще нахожусь, если я не знаю, когда кашли, то есть нахожусь. Я думаю, что мы сейчас все говорим об одном и том же. Мы говорим о совести. О внутренней совести, какой у каждого человека свой внутренний закон. И как он поведет себя в данной ситуации, это его внутренний закон. Понимаете? Это его совесть. Что такое совесть? Понятие о добре и свете. Как он их разграничивает? В данном случае отец Дмитрий посчитал нужным вступиться за этого человека. Очень понятно. То есть это мы говорим, вот и вы говорите, и вы говорите об одном и том же. О своем внутреннем законе. А как он приведет, к чему он приведет нас в той или иной ситуации, это уже второй вопрос. Своего внутреннего закона нет. Или это со Христом? Или нет? Что это такое свое, а какой-то внутренний я? Это неправильно. У нас так не учатся христиан. Но внутри он закон, он и мы вместе. Он у каждого свой, и в то же время он пропитан христианством. Нет, я здесь вот, чтобы заострить проблему, смотрите, все-таки у всех совесть разная. Да, я с вами согласна. Я об этом говорю. А у кого-то совесть, она вот очень заточена. И он не может пропустить то или иное слово грязное. Он не может пропустить тот или иной поступок. А у кого-то совесть, ну, средневная. И он тоже, он тоже руководствуется совестью. Ну, вот я в чем, как бы, вот, зерно. Как вот во всех этих ситуациях нам научиться быть религиозными людьми, понимаете? А истина? Истина – это понимание, да, нравственность. То есть, если мы это понимаем… Нет, ну, есть зло. Религиозно окрашено, а есть добро религиозно окрашено, понимаете? Понимаете, вот здесь вот опасность, опасность, чтобы перевести весь разговор в ситуацию просто моральную, нравственную. Да, и тогда мы вот в этой плоскости, мы разбежимся. У нас нет вот идеалов, примеров абсолютной нравственности, да, безрелигиозных, безрелигиозных. Как только мы ищем идеальность, мы тут же попадаем в религиозную сферу, понимаете? Почему вот здесь нам и тяжело, может быть, пока что, как бы, нащупать вот эту специфику нашего обсуждения, видите? Потому что мы пока действительно, ну, где-то пытаемся, естественным ходом, рассмотрение наружность. Ну, проблема, да, проблема, потому что у нас ведущих много, да, то есть каждый видит себя ведущим, это ненормально, да, то есть есть Маша, Дмитрий, я. То есть, по идее, нужно нам все же понимать, что это, ну, даже многом это терпимо. Пока нас было трое, было нормально печать. Потом попали. Потому что это не диалог. Он же не диалог. Он же не диалог. И вот вопрос, что значит диалог. Диалог одного массы – это отдельный диалог, да? Диалога троих с массой – другая. Или мы допускаем, что каждый человек в ситуации диалога, да? Но есть, скажем, какие-то механизмы или правила диалогического осуждения? Вопрос. Не заказываемся. И речь идет о том, что вы говорите, что какой туманность. Для меня все ясно, батюшка, честно говоря. Для меня как бы так и запланировано, я вам скажу, да? Я вам не смогу. Нет, ситуация – это та, которая мне нравится. Ситуация реальная, она ненадуманная. Она не смонтается, вот конфликт возникает ни человеку, да? Это хорошо, потому что я вижу, что… Нет, это реально. То, о чем вы говорите, в сферах теоретики… Я поспорю. Все-таки мы приглашли батюшку. Вот почему вы пригласили батюшку? Почему вы не пригласили? Просто грамотную психологу практику. Который бы в качестве эксперта, как в данном случае священник, да? Он бы тоже очень грамотно, все ситуации, семейные конфликты, родительские, школьные, он бы тоже их скрыл, да? Мы пригласим в следующий раз психолога, батюшка. Это первая встреча. То есть он как-то другие. Слушает нам какой-то… Батюшка, он там записывает что-то. Все это работа, то есть встреча первая, да? Светит. Есть пожелания, давно я держу руку, простите, пожалуйста. Потому что здесь очень важно понять, вы хотите помочь людям таким способом, что дадите им исчерпывающий перечень, как из ситуации и как из них выходить. А из повышенного нет, да? Вот, поэтому это… Но вы хотите именно этого. А кто-то начал? Вы не знаете, что это… Вы только произносите, тем не менее, вот это, я слышу так. Вашу цель слышу так. Надо так говорить, что… Отец говорит, что это невозможно, но возможно дать человеку принцип, прилагая, который в каждом отдельном случае человек примет правильное решение. Нет таких принципов. Спокойно. Спокойно. Вот. И я с ним согласен. И в чем этот принцип? Я в последние годы живу в уверенности, что Бог попускает ситуации, которые я способен решить. И принцип какой? Если ты вошел в ситуацию конфликта, первый вопрос задай. Господи, что ты хочешь? Как бы я поступил? То есть задай вопрос не себе, а Богу. Все правильно. Дело в том, что мы обговариваем разные моменты, и то, что вы говорите, это прием. То есть вам не нравится это слово, но если назвать это вот так абстрактно, задать Богу вопрос, что я здесь делаю. И тогда тот уровень, в котором ты находишься, та схепота либо зрячей совести, да, как голоса Божия в тебе, подскажет тебе конкретно личность твоей ситуации. Ноги в руки бежать, либо попытаться вмешаться, увидеть свою слабость, стоять до смерти. Это будет уже, но тогда ты будешь поступать как христианин. И это будет не сами совет. А вот что-то происходит. Мне кажется, я не знаю, может быть, со мной не согласятся, но вот у нас сейчас такая происходит как бы на одном месте, да, полемика, причем именно философская, мне так кажется, или богословская. Но вот это можно там решать на каких-то там курсах, там, богословских и так далее. Насколько вот я поняла, именно идеологический куб, и вот именно, когда мне, да, вот хотелось, я так понимала, что это как раз-таки вот именно о житейских ситуациях. То есть мне видеться довольно разумным, если, например, далее, вместо того, чтобы вот мы как бы говорили об одном и том же, например, у каждого есть какой-то вопрос, тут и вы поднят в руках, да, у большинства есть какие-то вопросы именно жизненные. Поскольку мы не можем решить в контексте идеологического клуба богословские вопросы. Может быть, будет разумным, если просто в следующий раз там по теме этого у каждого есть вопросы. Про работу, про семью, еще про что-то. Мы просто будем задавать этот вопрос и обсуждать, и на примере этой конкретной ситуации как раз уже выходить там дальше. То есть просто по каким-то вопросам, по данным ситуациям. А вообще-то нас цель, значит, обращают от батюшки, по всем вопросам. Как вы можете со своим мировоззрением, допустим, знать правильно, вы поступаете или нет. Для этого здесь сидит и батюшка. То есть мужская психология отличается от духовной. То есть кто-то не признает Бога, он будет все время ковыряться и копаться в песочнице. А сидит батюшка, все. Это я ему как-то пущу. Может, хочешь? Да. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Спасибо за субтитры. Значит, да. И будем только по отношению тебя видеть. Давайте, давайте, вот что я хочу сказать. Я не в голову пришел пожать, например, такой. Ну, не пример, а образ. Во-первых, вот мы матушку мою любимую, да, как-то на ее вопрос. Да, вообще. Ну, может быть, просто мы обсудим его чуть-чуть попозже, да, что касается оскорбления чувств верующих, да. Может быть, мы выйдем и на него. Но я, что сейчас опять? У нас вот опять это противоречие между идеалом и практикой, да. Вот я видел один раз такую схему интересную. Не схему, а рисунок. Вот смотрите. Пушка какая-нибудь, да, стреляет. Вот дуло этой пушки. И вот этой пушке надо попасть вот сюда вот, в эту цель. Да? Куда будет стрелять пушка, как вы думаете? Какое она выберет направление? В эту цель? Повыше. Повыше, да. Она будет стрелять повыше, чтобы потом как раз вот так вот. И из лука стреляет тоже, да, вот так навес. То есть целится куда-то выше, чтобы потом попасть туда, куда надо. Так вот здесь то же самое. То есть мы, чтобы вот в каждой ситуации такой житейской, обычной, простой такой, повседневной поступать правильно, нам надо целиться всегда выше. Если мы хотим быть вот даже людьми, понимаете, нам надо всегда этот идеал выше своей, так сказать, головы ставить. И вот когда мы туда будем метиться, то как раз вот этот снос, вот это нас смесет как раз силу притяжения туда, куда надо. То есть и вот опять же мы говорим о том, что все-таки есть у нас такие идеалы, есть у нас вполне определенные религиозные, так сказать, императивы, которые в Нагорной проповеди Христос нам достаточно понятно изложил, да. И почаще надо их вспоминать и напитывать свой ум. Во-первых, ум надо напитывать этим знанием и этим понятием, да. Чтобы потом, чтобы этот ум и сердце в том числе был наполнен до такой степени всем этим, да, вот именно и духом христианским, и знанием христианским. Чтобы в тот момент, когда адреналин нам не позволит принять какое-то рациональное, обоснованное такое трезвое решение, оно принималось бы само собой, понимаете. Вот. Это первое. А второе, вот то, что касается уже практики. Ну, это, честно говоря, хотелось бы как раз говорить о таких вещах, так сказать, может быть, абстрактных, идеальных таких, теоретических. Потому что священник, это как раз на практике с этим сталкивается так часто, это опять тракториста на трактор сажать, понимаете, заставлять его бахать. Потому что на исповеди это одно и то же. Все, ты слышишь, эти конфликты, вот эти конфликты, вот эти моменты, вот эти все рассказы, да, когда на работе что-то там между людьми, в семье что-то между супругами, там, да, везде там, да. И вот как раз, вот я что хочу сказать, что редкие бывают случаи, когда что-то приносят люди на исповедь такое экстраординарное. То есть невероятный действительно какой-то ужас, да. Ну, бывают такие ужасы, конечно, что там говорить. Но это то же самое, что рассматривать, вот говоря, например, о грехе аборта, говорить, а вот, батюшка, а вот если кого-то изнасиловали, да, а что же, в этом случае тоже нельзя аборт что-ли делать, да. И вот человек, как бы, думает, а что же правда. Так вот эти же случаи возникают очень редко, да, а большинство-то абортов делаются совсем не по этой причине, правда же. И поэтому и мы тоже, мы должны вот этот момент агрессии против нас рассматривать. Конечно, вероятность этого, возможно, да, что что-то такое случится. Но гораздо возможно, что случится что-то другое, гораздо возможно, что случится вот это, вот это в семье, то есть по мелочам. И поэтому нам надо просто вот и в этих ситуациях и учиться себя вести по-христиански. То есть научиться любить любящих тебя, потом когда-то научишься любить ненавидящих тебя, да, научиться там прощать самым близким своим людям какие-то обиды, научиться делать какие-то маленькие вещи, научиться быть вежливыми по отношению к людям, доброжелательным по отношению к людям другим, уважительным к чужому мнению, да, ведь это же так у нас как-то вот странно не принято, понимаете, потому что мы еще с советских времен ругаем вот эту улыбку чистогана американского, да, когда тебя там, тебя как человека знать не хотят, только имеют в виду твои деньги, там, сколько у тебя долларов в кошельке, на тебя все улыбаются и тебе говорят привет и до свидания, на самом деле ничего там сказать, никаких чувств к тебе не имеют. То ли дело мы, русские люди, всегда открыты, всегда со скалом, понимаете, всегда готовы кинуться, вгрызаться друг другу в глотки, и все это выражается у нас во взгляде уже, никакого лицемерия, понимаете. А почему бы, собственно говоря, не начать с какого-то лицемерия простого, да, вот не хочется, а ты улыбнись, не хочется, а ты постаровывайся, чего в этом плохого? На самом деле это стало. Есть плохое, есть плохое, потому что это постепенно станет маской, сутью станет. Они такие простые, потому что, посмотрите. Так пусть лучше такая маска будет, но она такая. Нет, ну, такая же такая. Это не может идти впереди, впереди может идти попытка полюбить этого человека, потому что, то есть, отвечать ему, пусть даже резко, пусть пресекать его довольно грубо, но с внутренним нежеланием потерять с ним связь. Да как же ты ее не потеряешь? Сто процентов потеряешь. Внутреннее желание. Внутреннее не потеряешь, а такое потеряешь ты, человек? Свою любовь к другому невозможно воспитать теоретически, вот, и невозможно сразу получить сто процентов объема. Это путь, вот эта дорожка в этих конфликтах, пусть и неудерно, все равно искай, зачем Бог это. Братья и сестры, нам надо заканчивать нашу. А можно я тебе сказать еще? Вы знаете, я думаю, во всей этой ситуации нужно, прежде всего, обратиться к себе в любом конфликте. Начни с себя. Как у тебя получилось эта ситуация? Может быть, ты как-то повлек своими действиями, да? Вот девушка говорила, вместе с кем вы работаете, что у вас вот такие отношения. Может быть, вам немножко поанализировать свою ситуацию. Почему у этого человека к вам возникли вот такие эмоции? То есть немножечко начать какой-то анализ ситуации. Я думаю, вам это поможет разобраться, как вам наладить отношения с этим человеком. Как выбрать какие-то моменты позитивные, которые вас направят на позитивное русло, а не на разрушительное. Тут два пути, или в одну, или в другую сторону. Я думаю, начни с себя все-таки. Это важный принцип. Как вы думаете, отец Дмитрий? Понимаете, да, ну, конечно, это очевидно, что начать с себя-то надо, но опять же мы себя объективировать-то не можем. Понимаете, мы себя все равно обведем из себя. Поэтому, не знаю, не знаю. Мне кажется, здесь все-таки разумный синтез должен быть какой-то, да, и христианских методов, и психологии какой-то. И вот то, что я назвал таким «букавством», может быть, в кавычках, да, когда человек не хочет, а делает что-то хорошее, понуждает себя, понуждает себя сказать что-то хорошее про человека. Я просто хочу, что самое главное сказать, что с мелочей, понимаете, все начинается с мелочей. Если мы будем считать, что мы вправе по отношению к другим людям все-таки быть хамами, да, но при этом считать, что мы их там все-таки любим, что мы желаем им добрать благо, то никогда мы не добьемся результата просто потому, что мы потеряем все-таки с ними какой-то контакт. Вот. И если мы будем вырабатывать какую-то доброжелательность, то есть это будет нам тяжело, пусть мы будем, да, лицемерить, но к другому человеку относиться уважительно, да, то в конце концов, мне кажется, вот я не согласен с Андреем, что это обязательно перейдет там лицемерную маску. Просто это, что вы называете, это не называется лицемерием, это называется, ну, лицедействие, вы говорите, это лицедействие, нет, это установка называется, психологическая установка, у вас ограничения какие-то, что выглядели, как наводка, как пушки, он же наводку сделал, то есть он, может, не попадет, но он нацелился, так вот эта наводка, это вот как раз, может быть, слово просто один, да, что, ну, в любом случае, конечно, начать надо с себя, с этим даже, я спорить не буду. Мне кажется, еще прежде чем разбираться в житиях святых и вот цитировать, делать какие-то цитации из святых отцов, надо с какого-то действительно минимума начать, общечеловеческого, то есть вот элементарной формы вежливости. Да, в практике с минимумом, а в теории с максимумом. Вот как интересно надо все это положить. Да, то есть идеальную модель иметь в виду, но стараться их воплощать вот хотя бы в мелочах, понимаете, потому что у нас, о, если меня никто не бьет, значит, мне щеку подставлять не надо, значит, можно хамить, понимаете, почему такое, да, то есть правильно, то есть... Люди, люди как хотят, люди хотят скачкообразно, вот куда-то уже попасть во святые, да, без, минуя уровня просто... Просьба, да, вот смотрите, речь, вы сказали, в теории нужно держать мысли высоко, а на практике улыбаться, да, к примеру. На практике, хотя бы улыбаться. Как агументировать эту практику? То есть, вот видите, у Андрея была проблема, он говорит, что улыбаться, значит, быть неискренен, лицемерить. И у нас есть такой вопрос. Вы говорите, с другой стороны, что нужно быть хитрыми, потому что нужно лицемерить. То есть лицемерить нужно... Ну, отец Дмитрий говорит о том, что необходимо понуждать себя, понуждать себя в добру, да? Ну, я думаю, не очень, может, удачный пример встать. То есть, вопрос между двумя злами. Что большее зло? Какое это зло? Если ты человек... Не, не, зло, гадость, которая в тебе внутри, обязательно показывает. Да, да, я именно это хотел сказать, что улыбнуться, это лучше, чем... Вот, вот, понятно. Смотрите, лицемерие, это ложь. А улыбнуться, это инструмент, которым ты не разгорячишь его дальше. Это не накладывание на себя личин. Лицемерие, это совсем другое просто. Ну, тоже, как бы, пример, у нас в конфликтах по поводу улыбки, Патюшка. Ну, вот, честно говоря, это не всегда работает, да? То есть, ты улыбнешься, и ты... Не, просто, если вам нравится, когда вам улыбаются, мне нравится. Не, это другие, то, что тебе нравится. Вот и все. Мне нравится, когда ко мне уважительно относятся. Почему и я не буду уважительно. Мне нравится, когда здороваются, когда нормальные отношения между соседними, пусть людьми незнакомыми, но встречающимися сейчас. Я никак не могу понять, почему у нас принято вообще проходить мимо, да, и ничего не говорить. Мне гораздо понятнее ситуация поздороваться даже с незнакомым человеком. Понимаете, если ты даже встретился с ним глазами, то почему бы не поздороваться? Почему бы не кивнуть, почему бы не мигнуть в конце? Пожелать здоровья, пожелать здоровья. Конечно, но у нас это не принято, согласитесь. То есть, у нас... Пожелать звуком прийти. Да, у нас совсем... Но у нас, я так понимаю, это форма агрессии воспринимается, по крайней мере, и нам, да. То есть, как форма вежливости, как форма агрессии. Когда ты будешь говорить на нормальном языке, среди обычных мужиков, где-нибудь на стройке, это будет восприниматься как форма агрессии. Потому что ты обязательно должен говорить на их, кстати, вот о твоей мысли. То есть, говорить на понятном для людей языке. То есть, вот на мать, например, надо говорить, чтобы быть понятными. Но это же не так, на самом деле. Ну, конечно, я... Нет, ну, все-таки давайте вот раз и два еще человеку поднимают, дадим. Я хотела просто добавить по поводу лицемерия. У меня на самом деле тоже такая ситуация есть. Как бы была очень долгое время. Я не могу, допустим, какому-то человеку, которому есть, ну, допустим, или неприязнь, или равнодушие, надо же как-то хорошо относиться, учиться. Это, получается, неискренне, да. Я у многих людей, батюшки, там, матушки, у многих спрашиваю, как быть? Ну, психолога, опять же. Здесь дело мотива. Какой мотив? Либо я хочу лицемерить всем подряд, улыбаться, показывать там голливудскую улыбку, либо я хочу как-то научиться любить человека через... Ну, если я буду продолжать скалиться, я же ничего не исправлю. То есть, здесь вот какое-то постоянное понуждение себя. Раз улыбнулась, два улыбнулась, потом уже... Ты понимаешь, что этот человек действительно хорош, что ему стоит улыбаться. То есть, ну, это все труд, это наработка, как бы работа над собой. То есть, мне кажется, лицемерие здесь, в данном случае, инструментом является к тому, чтобы искренне научиться хорошо относиться к людям. То есть, она здесь даже... У меня лицемерие здесь мотив как бы другой. Да, сначала... То есть, мы делаем то лицо, которое не выражает наше настроение нашего. Мне плохо, а я улыбаюсь. То лицемерие, да, то лицемерие. Ну, то есть, человек же не должен видеть тебя, простите, с кислой мордой. Ну, это ее как бы уже. Это дурный тон, как бы даже. Нет, когда ты делаешь ради другого, это не лицемерие. А когда ради себя, чтобы он на тебя не сорвался там, то есть, ради себя, вот лицемерие откуда берется. Когда ты ради себя эту рожу ему клапчешь. Ну, вот вы говорили по поводу грубости, ну, недопустимости. Ну, вот, допустим, чтобы обтисать камни, нужно взять железо. Оно еще жестче, чем камень. И так же, вот, я, к примеру, жизненный. Я вот из армии только. У нас был старшина. Он был жесткий, дядька. Но вот сразу мы не поняли его. Но вот уже под конец службы я понял, что он хотел нам донести что-то. И вот именно вот такими он лежал в ежовых рукавицах. То есть, ну, мы были, я откровенно его иногда побаиваю. Но вот то, что он, ну, таким путем он, то есть, если бы он был другим, я, может, даже и не понял его. Вот именно как он делал это, я понял тут конец, что он хотел нам сказать. Ну, что, все страна понимает. Ну, что, дядьки эти везде и всюду, и, собственно говоря, все нормально. Ну, давайте мы начнем уже двигаться к завершению нашей встречи, диалогового клуба. Ну, традиционно у нас заканчивается опросом. Скажем так, что у нас уже была обратная связь, то есть, критика определенная, да, пожелания. И, по идее, как бы это, чем мы заканчиваем нашу общую встречу. И здесь, ну, скажем так, что кто уже высказался, да, если у вас появится какой-то там мысль, потом скажет. Да, мы сейчас дадим возможность каждому сказать в течение двух минут, да, то есть, вы понимаете, это два-три слова. Ну, давайте попробуем, да, Маша, то есть, давайте послушаем. Ну, я как бы очень сказала, что в принципе, здесь были какие-то подобные вещи, которые, может быть, хотели бы услышать. Но мне бы было ближе, если бы это происходило, и не в том не диалоге. Потому что, как раз люди приходят на эти вопросы с одним и тем же вопросом, значит, это их волнует. Поэтому, ну, как бы хотелось бы именно конкретные вопросы, и, может быть, что батюшка на них отвечал. Ну, там, психолог, и все это было. Хорошо, спасибо. Отец Лазарь, ну, и, наверное, к вам потом, да, вы знаете, человек? Как вас зовут? Владимир. Владимир. Ну, мне, честно говоря, очень специфическая ситуация. Я с агрессией в принципе не сталкиваюсь практически никогда. Если бы на последние 9-10, у меня, на самом деле, тоже не инвалидность, а первая группа, на самом деле. Поэтому я вот на лечении, и как бы, тема меня не касается практически, ну, вообще, в принципе. Поэтому я, как бы, послушать пришел. Ну, хорошо. Может быть, честно. Хорошо. Спасибо. Андрей. Ну, я пришел, потому что мне тема эта очень интересна. Я имею широкое общение с разными своими людьми, в том числе крепко неверующих. Относительно. Они, будучи агрессивны сами по себе, они считают христиан агрессивными людьми. И вот, как бы, это отвечает на тему. И я пришел сюда разобраться, как, откуда у них такой образ возникает. То есть, что есть христианская агрессия с точки зрения нехристианского мира. И потом, все-таки, это, как бы, цикл встреч на тему вокруг этого. И я думаю, что было бы целесообразнее, если в приглашении написана тема конфликт, да, то и готовить, в смысле, встреч именно на эту тему. И хотел бы, как бы, сейчас выяснить, что нас ожидает дальше, чтобы решить, как бы сказать, свое участие. Так, ну, вы вопрос нам задали такой, скажем, будет у нас подобная встреча, да, то есть, тему конфликта мы, так сказали, только затронули. То есть, будет приглашаться священник, потому что, как все по поводу, мы не будем приглашать, священник из студентов нашего православного университета, который учится. Скорее всего, это, наверное, будет отец Владислав Сологув, который немножко другой подход, чем отец Дмитрия, да, то есть, вы видите, другого человека, другого христианина, более агрессивного, так сказать, да. Вот, и он будет говорить о конфликте, да, то есть, о конфликте в своей жизни, о людей, которым сталкиваются, и говорить о сложных вещах. То есть, о чем мне хотелось бы именно говорить, то, что, возможно, потому что я в университете преподаю со священниками работы, теории, я слишком много говорю о теории, я устаю от нее. Вот мне практика нужна. И они практику знают, священники, и они о практике говорят. Поэтому я, когда с ним говорил на занятиях, у него есть примеры из жизни, сложные примеры, в которых он тоже не всегда знает, как себя вести. И здесь диалог и попытка найти ответы. Ну, у нас на занятиях это диалог между отцом Владиславом, отцом Варсенофьем, он как-то создает какой-то такой диалог, и какие-то ответы дает. И следующее у нас, как раз, будет, я так понимаю, отец Владислав, но с той же самой темой конфликт, сколько можно терпеть с позиции отца Владислава Солоду. То есть не само понятие, что такое конфликт, как его почувствовать, и потому что лучший способ решить конфликт, это выйти из него до... Ну, если вас это интересует, мы можем, конечно, несколько таких вставов сделать теоретические конфликты, какие способы решения, там, пять способов существуют, мы можем это назвать. Потому что этот интернет настолько доступен, что я не посчитал нужным это называть. Это все есть. Мы можем действительно какое-то время этому уделить, подумать, и, например, в конкретном примере, посмотреть, как это работает. Ну, стратегии выхода из конфликтов, они типичные. То есть, допустим, я забыла, как вас зовут. Нет. Да. Ирина. Ирина. Ирина психологом работает. Я вспомнила в школе, да? Нет. Сейчас я уже работаю с вами, и не снизу до школы. Есть опыт. Просто мы можем... А просто разница? Я думаю, мы можем подготовить эту тему отчасти вместе. Как мне вот больше нравится позиция отца Лазаря, когда это не с точки зрения психологии, а с точки зрения христианского учения? Ну, мы отца Лазаря пригласим на потом на встречу. То есть у нас, мы... Ну, я не знаю, мы будем очень его просить, чтобы он приехал. И видите, точка зрения нам нестребована больше, потому что нужно рассказать, что же вы бросите по-собному, да? Вот так без ответа. Это неплохая мунипуляция. Это мунипуляция. Это мунипуляция. Это мунипуляция отдельно. Вячеслав Геннадьевич так мунипулирует. Приходится, да? То есть, я... Понимаете, нам нужно учиться слышать... Да, дальше. Женщик конструировать иногда очень полезно. Согласен. Вот женщина, с которой у нас был конфликт, да? Как вас зовут? Нет, у женщины с вами нету конфликт. Вас зовут как? Татьяна мне знала. Татьяна. Да. Ну, то есть... Я думаю, что теоретики по психологии, они будут стоять на месте. На месте. То есть, нужно поближе быть молодёжи и всем нам, к батюшкам. То есть, искать духовных отцов поближе. Надо быть. И в каждой ситуации к батюшке бежать. Вот не самим решать там по теории. То есть, мы запутаемся. Мы просто желаем всем читать Евангелие. Не будем читать Евангелие. Мне всегда интересно слово психолога слушать. Слушать, потому что богатательства нету. И поэтому, если сам психолог и руководитель будет читать Евангелие, оно будет как-то богатать, и не будет приняться вот такое вот слово. За слово надо беречь. Его нужно произносить или не произносить. И вот это вот обрести к тому батюшке, которое было сказано, как-то или в кавычках, или как-то... То есть, нужно быть аккуратным со словами. И надо быть интересным. Простите меня. То есть, все духовно как бы я... Спасибо. Как только так хочется. Делия Анатольевна. Анатольевна, у меня, Делия Анатольевна. Я хотела бы поблагодарить организаторов. Отца Дмитрия, Вячеслава, Марию, отца Лазаря и всех участвующих в беседе. Ну, была очень интересная точка зрения, такая духовная, христианская, выраженная конфликты, с точки зрения современной психологии, сказать, на конфликты. Я так желала бы продолжить в таком же диалог. Ну, и глубже, конечно. Ну, и психолога, точка зрения психолога тоже очень интересная. Спасибо, Господи. Моя руководство из общины в последнее время в принципе не поступает с людьми так же, как тебе хотела бы, чтобы мы выступали с тобой. Ну, это древний номер, фибератив Канта, всем известный. Ну, по крайней мере, мне это очень помогает. И плюс, конечно же, христианство, духовность, православие. Я беру основные постулаты от ТОПа. То есть это синтез великолепный. И всем советом конфликт, и всем советом конфликт, и ситуацией вы будете с собой. Попробуйте. А это даже до Канта. Это мудрость. Это философская мудрость. Я просто... Я просто... Он выведен в философии, в психологии. Мы с вами тогда пообщаемся еще хорошо, то есть по поводу нашей встречи, как профессионалов, чтобы нам немножко так тоже просветить, потому что... Спасибо, очень интересная встреча. Живая, красивая. Ну, все правильно. Да, так и должны быть. У нас вот скатался там. Да, меня она зовут. Я пришла с установкой, будешь слушать. Конечно. Если я благодарна, то как-то сказали, отца Дмитриева. Спасибо большое. Ну, и все. Скажем. Так, а вот мы забыли там. Да. Молодец. Я забыла представить, извиняюсь. Я хотела бы поблагодарить организаторов, особенно отца Дмитрия. Я, собственно, пришла даже не, наверное, не за темой конфликта, а за темой, которая вот у меня наболела. Научиться любить людей, особенно близких, которые в семье, которых чаще всего обижаешь, чаще всего наносишь какой-то ущерб, жальный там, вот. И вот эта вот проблема, как бы ее хотелось бы тоже когда-нибудь вот в сфере там конфликта или вот какой-то агрессии тоже, чтобы она была освещена. Ну, вот то, что сказал этот Дмитрий, мне, в принципе, на сегодняшний день тоже было, ну, как бы, достаточно. То, что он начинает надо с малого, и то, что вот как бы быть человеком, то, что покрупиться по чуть-чуть. Ну, вот, все равно как-то терпишь, 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 а тут вот бац, срываешься, и вот все летит в пух и прав. Вот как бы как вот тут дальше выйти из этого круга, потому что терпение, терпение, и снова все как бы летит, и ты падаешь. У нас ведь молодежь хочет конкретики. Не то, что даже конкретики, а просто как вот выйти уже из этого круга, чтобы вот уже наконец-то идти по подарку, чтобы на тревью. Я тоже молодежь отношусь, но, в принципе, не таково. Спасибо большое. Пожалуйста. Меня зовут Ефим. Ну, если подытожить для себя как-то в голове, то я бы, конечно, отметил, что если рассматривать конфликты как экстремальные какие-то, то есть нападают еще что-то там, когда проявляются агрессии. Конечно, здесь какой-то схемы единой реакции организма выбрать нельзя, потому что, скорее всего, сюда работает организм, который можно настроить исключительно подготовкой, подготовка, если она будет христианской, то зерно, которое посеяно, оно, конечно, даст плоды именно в такой экстремальной ситуации, когда нет времени на раздумья. И когда один человек начнет думать, как сделать, а уже подготовленный христианин, если у него это зерно проросло, то плодом будет вне раздумья этого. И тогда, как бы, ситуация разрешится именно по-христиански со стороны человека, который, как бы, не будет раздумывать, но решение найдется само по себе. Ну а в плане того, что интересную тему затронули, и меня подытожил, так называемый, нравственность и духовность. То есть нравственность, она именно по отношению к ближнему, по отношению к знакомому, незнакомому важна в том смысле, что вот поставить вопрос, хорошо ли улыбаться всем. Есть, да, такие страны, где все вот ходят и друг другу улыбаются. И я не сказал, что в этом есть что-то плохое, это видимо все-таки зависит от менталитета, когда оно и воспитанием как-то дается, и как-то уже другой религиозностью дается, что во внешнем нужно смотреть как-то более открыто и какая-то другая духовная жизнь. Но я бы не сказал, что это на самом деле плохо, потому что улыбки и доброжелательные отношения внешне, когда мы не видим духовности человека, но есть хотя бы внешняя причина его, и она благообразная, никакого плохого эффекта это не производит. Наоборот, дает какую-то общую доброжелательность. И все-таки русским людям есть чему поучиться, и хотя бы внешне нравственно выглядеть немножко более радостнее, счастливее, доброжелательнее к ближнему, и в семье, и в транспорте, и везде, где угодно. Спасибо. Спасибо. У меня Егор зовут. Очень интересно тоже услышать у каждого человека мнение, у кого каждого какие конфликты, агрессии в течение жизни. Агрессии в течение жизни очень понравилось. То есть, очень понравилось мне. Беседы, спасибо большое. Спасибо. То есть, Вы все время слушали, я так понимаю, мне матерь не слушала. Да, но я какие-то святки. А, хорошо, спасибо. Меня зовут Александр, еще раз представлюсь. Я тоже, как отец Лазар выставил свою позицию, мне очень понравилось, и я тоже хотелось бы пожелать для дальнейших встреч, то есть, мы должны огранить алмаз, через который должны смотреть на жизнь. То есть, веру, вот, про кристалл, про кристалл, как я говорил, то есть, мы должны на таких вот беседах огранить, то есть, вот этот алмаз, заточить, и, то есть, если будем смотреть через этот алмаз на всю жизнь, и решения будут находиться в каждой ситуации. Ну, я скажу, что, так как я занимаюсь изучением апахтегма, это древний патерик, где короткие рассказы, и разные, одна и та же тема с разной стороны рассматривается. То есть, я думаю, что это то, что нам нужно. То есть, разные взгляды. И, если Вы знаете, у святых отцов тоже разные мнения бывают на те же, одни и те же ситуации, но они все святые. То есть, это все христианство, это все нам дорого и близко. Поэтому я отца Лазаря, как такого человека, именно живущего этими идеями, которых их сформулировал, которые, в данном случае, в педагогическом университете, он для меня диссертацию пишет, то есть, у него мысль такая, теоретическая, у него выработана. Он даст нам взгляд, если он согласится провести такую встречу, но, может быть, мы у него проведем, может быть, в педагогическом университете проведем соберемся. То есть, это плавно громадье. Но, чему я призываю, чтобы собирайтесь на все мероприятия, не только отца Владислава Сологуга, не только отца Дмитрия Климового, и я не только отца в Арсенофе, не знаю, кто же его, мы пришли сюда затащим. Вот. Приходите на все мероприятия. Вы услышите другое мнение, оно вам не понравится, да? То есть, ну нормально, когда не все вам нравится. Это нормально. То есть, это нормальная ситуация. Все, спасибо. Я тогда вот о матушке передать слово, извините. Меня зовут Лариса. На самом деле, все было очень интересно. Спасибо всем, кто участвовал, потому что такой живой разговор очень нужен. Мне тоже приходится общаться с неверующими людьми. И, на самом деле, как-то вот в последнее время очень сильно у людей укрепляется мнение, что вот православная церковь агрессивная. Мне вот тоже очень хочется разобраться и как-то, ну, воспрепятствовать этому. Потому что мне приходится все время спорить и выдвигать вообще как бы тезис, что Христос всегда говорил всех прощать и не протереть с узлом. И как вот это совместить с сегодняшним православием мне очень сложно. Поэтому вот мне тоже было очень интересно послушать. Ну, я так понимаю, Андрей и вы, они говорят об одном тоже. То есть, образ церкви… То есть, там как агресса… Последнее время. Потому что вот я в церковь пришла 20 лет назад, и как-то вот все очень меняется у меня вот прям на глазах. И мне как-то грустно с этим. Это классно вообще. Были люди, которые с этим… Две минуты потом с вами поговорим. Я хотела спасибо сказать, потому что я на самом деле пришла послушать вас после интервью про Цоя. Вот. Мне было очень интересно. Но я думаю, что эта тема, она всегда найдет отклик в сердцах, там в умах любых людей. Она актуальна для человека. Вот. Ну, я собираюсь приходить дальше. Ну, спасибо вам. Ну, отец, Хочется договориться все-таки, о чем мы говорим. Знаете, и это нам самим нужно. Потому что, я же говорю, хочется и про то сказать, и про то сказать, и про это сказать. А что нужно? Поэтому, когда мне Вячеслав Евгеньевич предложил вести, я сказал, я приду, послушаю, кто там у тебя есть. А потом, собственно, с тем, кто придет, можно понять, что нужно людям-то, да. И видите, как бы, оно разное нужно. И поддерживая инициативу, хочется сказать, что много еще нужно. Ну, немножко оглядываясь назад, знаете, вот, хочется как-то по существу уговорить. Знаете, вот, да. Ну, понятно, что жизнь тяжелая, знаете, на мороженое не хватает, там, знаете, как будто оторваться, там, или еще что-то. Вот. А вопрос-то в чем? И вот, опять же, как мне все-таки позиция священника, да. Не хватает нам, ну, мне, не хватает мне какой-то проникновенности религиозной, понимаете. Вот мы все равно расщепляемся, мы все равно выветриваемся, мы все равно как-то вот в пузыри уходим. А не хватает вот этой вот стержневой какой-то позиции. Ну, и я бы, как бы, вот, в качестве размышления, тире предложения организаторам, все-таки хочется договориться какая-то форма. Знаете, вот, если взять форму с двумя экспертами, может быть, она была бы оптимальна, да, то есть есть ведущий, это он ведущий, он не комментирует, он не высказывает, он следит, чтобы все высказались, да, чтобы там времени перебирали, чтобы тема не уходила. Но есть два эксперта, один психолог и священник, да, духовник. И вот люди задают вопросы, знаете, можно, их много, и вот пускай вот выскажется психолог, потом священник, потом наоборот, сначала священник, потом психолог, да. И вот из этих двух позиций, оно как-то выявляется, вот эта резкость, она четкость выявляется, да. И было бы интересно, может быть, священник разный. Опыт такой, пройдет такое мероприятие? Нет, никаких опытов, это все как бы на поверхности. Главное найти людей, которые верны своей позиции, вот психолог и священник, чтобы они не подтравили друг друга, чтобы священник не надевал халат и шапку, там психолог, да. И чтобы психолог не лезут духовные какие-то реалии, там, и начало богословства, да. Вот я психолог, вот у Фрейда написано так, у Юга такой-то, 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 все. И у психолога, и у священника, да, уж он не лезут, там, я мой личный опыт подсказывать не такой. А мне хочется, да, есть опыт святых, опыт Евангелия, опыт полкования Евангелия. Мне вам понравилось, да, что Данчукас все-таки держит в руках Евангелие. Знаете, это все-таки тоже очень большой показатель. Не все священники, знаете, обращаются к Евангелии. И поэтому здесь вот надо найти оптимальную форму наших встреч, и тогда человек, он будет чувствовать, если у него какая-то рождается недопонимание, он знает. Вот сейчас выскажется другой, он, ну, с другой стороны скажет, да. А так получается, что мы друг с другом вступаем в перепалку как-то, друг с другом конфликтуем, да, или там как-то. А есть какие-то, наверное, не говорили. Нет, а это есть не всегда. Это же есть уход, то есть продуктивность теряется, да. А есть же эксперты, вот именно для этого пригласили, они могут высказаться, может не согласиться, да, потом сделать какую-то паузу, пусть все выскажутся, да, пусть... Как-то вот обнаружилось, чтобы... И поэтому хочется всегда, чтобы обнаружилась уникальность этого проекта. И тогда человек, когда идет, он узнает, что там супер, там интересно, там интересно, но там вот об этом все-таки, да, все-таки есть какие-то границы. И вот она, форма, она должна отображать то содержание, к которому стремился. Потому что, когда мы с тобой разговаривали, ты одно сказал. Все, я пришел, говорю, что я сюда пришел, кто-то другого говорит. Знаете, мне вот интересно, там, твое видение, знаешь, даже вот с опором на эти апахтерны, да. Вот он, реальный опыт, но это весь многообразный опыт, ведь, святых отцов. И они сталкивались с абсолютным мирским опытом, но они вот в многообразии своем были где-то едины, где-то противниче. Мне было бы интересно и тебя в качестве эксперта того же, да, вот, не как у священника, да, вот там нет у тебя какого-то этого опыта, у тебя есть опыт патриаристической литературы, и ты бы сказал, подождите, вот в этом веке вот так бы решили эту проблему, а вот в этом веке вот так бы, а в этом бы. Я вот тебя слушаю, я понимал бы, что сквозь это века прошел какой-то опыт, и вот эти живые страницы этих апахтерм, они божили. Поэтому здесь вот это важно держать свою позицию, да, а не угнаться за всеми зайцами сразу, да. И поэтому эта вот тема сейчас, она, к сожалению, профанация, профанация христианства и Христа, она повсеместна. Вот этот конфликт из-за этого, что есть силы, которым выгодно профанировать, и которые, к сожалению, побеждают в этом мире. Вот и все. Если мы поддадимся этому волненному, и поддадимся, а если мы будем противляться, значит, будет как это нашество. И еще, если можно... Я перебрал время. Ну, соотнести слово «агрессия» и «активность» и «что там такое». Хорошо, давайте там и потом. То есть нам нужно вырабатывать свой словарь, да, то есть в округе, то есть в который мы сейчас придем домой, подумаем и напишем все на ВКонтакте, на странице, а вот что такое агрессия, что такое активность. Напишите это все, потому что это ценно, ценно для всех. То есть я вот собрал со студентов, их ответы на эту тему, я понимаю, что это ценность, потому что потом я могу это использовать. И это здесь тоже нужно. Это, ну, скажем так, наше включение в христианскую жизнь. Мы друг другу помогаем. И я вот за лазерину благодарю. То есть поиски формы – это такая задача идеальная. То есть формы – это есть, так сказать, то, что относится к миру идеальному, то, что оформляет материю, которая является хаосом. Но это относится к миру по-духовному, вот, и мы об этом можем молиться, к примеру, да? И кто у нас тогда еще, батюшка? Тогда еще по поводу формы мы с вами пообщаемся. Возможно, как раз таки, в вашей встрече мы… Можно их менять, то есть они же это же ремесло. Хорошо, батюшка, да, шки-то. Так, теперь… Вы знаете, все написано. Вы ничего на лазере не сказали, ничего. Вы знаете, все написано, в принципе, да, так сказать. Или? В интернете. Хотя еще можно спросить, вы же, наверное, знаете, только в Волгоданской газете, например, «Сарицынские ведомства», там некие Желанские издавали, у него тоже были часто конфликты со всеми здесь, в Сарицыне. Ну, вообще конфликты, как бы, вот, там, например, разрешал. Ну, да, хорошо. Очень интересный момент. Есть ли вам нетрудно просмотреть эти конфликты? Это, может, как мне, материалы? Можно. В корпусной библиотеке есть некоторые серпопы Волгоданской, в Сарицынской ведомстве, но отдачи, которые случайно уцелели в наших проектах. Хорошо. Ну, если у вас будет возможность подготовить нам материал, потому что я не пойду и не буду заниматься, даже другие из заботы. Вот, а если у вас, если вы сказали об этом, можете так сказать. Тогда, отец Дмитрий, вы и мы сможем. Я буквально хотел две цитаты, двумя цитатами закончить. Одна такая полушуточная, а другая серьезная. Полушуточная – это стишок, такой небольшой нашел волгоградский писатель, поэт Евгения Лукина. Добрый злик. Стих. На исходе века взял и неспроверг злого человека добрый человек. Из гранатомета шлюп его козла. Стало быть, добро-то посильнее зла. Ну, это так, чтобы расслабить. А если серьезно, то, подводя черту, я хотел бы, может быть, каким-то промыслительным образом мне не дали закончить мысль. И вот я ее закончу сейчас. То есть, дочитаю ту цитату, которую я приводил из Евангелия Лукина. То есть, Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илья сделал. Но он, обратившись к ним, запретил им и сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Понимаете? Вот простой такой совет. Вот простая такая истина евангельская. Не губить души человеческие, если что-то тебе не так. А это что такое огонь с неба, правда? Согласитесь, то есть в любом гневе, в любом таком вот конфликте, который доходит уже до кипения одного человека, внутри вот такое желание, чтобы действительно огонь с неба сошел и попалил там этого человека, да, и там наказал его каким-то образом. Вот вспоминайте почаще вот эти слова, что о какого духа мы, да, Сын Человеческий пришел не губить людей, а спасать их. И также христиане должны не губить, не бить, не гневаться, а не раздражаться, а спасать. Своим терпением, в свою любовь, в своем братстве. Спасибо. Интересная ассоциация, это и с Луки, да? Лукова, да. А поэт Лукин. Да. Да. Два совершенно разные. Так, а может быть, на это просим еще одного? Нет, так? А может тогда? Андрея? Андрея, он, да. Ну, в этом письменной слове. Хорошо. Ну, что я бы хотела сказать. Одна из задач диалогового клуба – это все-таки научиться пониманию. И вот мне кажется, понимание – это тот как раз маленький шаг, который нам следует сделать в сторону христианства, в сторону идеала христианства. Потому что даже вот этот диалоговый клуб, если брать его вот дискретно, вот сейчас, вот здесь происходящий, обличает вот это единственное, что мы даже не можем понять и принять, да, позицию другого человека. У нас, если мы начинаем, пытаемся, совершаем какие-то шаги в сторону того, что понимаем его, у нас просто рвутся шаблоны, и мы быстро хотим закрыться от этого, и нам хочется опять остаться там, и доказать, увидеть всю неправоту этого человека, и сказать, нет, он, ну, дурак, да, эту агрессию выразить, и сказать, у меня все нормально, он не прав, я прав. И вот это понимание, как раз оно, как видите, оно с трудом достигается. И когда мы дерзаем говорить от имени христианства, ну, простые смертные, я не говорю о священниках, все равно вы как-то, вы в другой подставься. Вот, и надо говорить об этом очень осторожно, то есть не дерзать на многое, очень надо по-скромному говорить. Вот, поэтому, может быть, когда мы начинаем говорить для внешних людей о том, какие мы христиане, такие, такие, где такие, вот, хорошие, хорошие, может быть, это и является как раз каким-то неправильным искажением для других людей, что вот, на самом деле, христиане-то очень агрессивные-то, они вовсе, вовсе там не скромные и не смиренные, как они демонстрируют, декларируют это все, вот. То есть, ну, это как-то, ну, я, наверное, эти выводы, скорее всего, для себя делаю. Я не знаю, каждый вынесет что-то свое, и каждый выйдет совсем другим чем-то. Ну, лично для себя я понимаю, может быть, я умышленно сделала такую нейтрализацию самой себя, и как-то так поменьше старалась говорить, ну, и я много услышала за то. Вот, это важно, то есть, важно услышать друг друга, важно начать понимать его, вот, такие конкретные будут для себя. Вот, а так хочу поблагодарить отца Димитрия за то, что он согласился, и потом, я так понимаю, у него тоже есть некая потребность быть услышанным. И я думаю, даже, вот, все-таки, следующий диалоговый клуб сделать как раз вот что-то типа диспота по форме диспота. С экспертами. Да, да, с экспертами. Конечно, по темпераменту с отцом, отец Димитрий с отцом Владиславом чем-то схожи, но будет интересно. С экспертами. Конечно, тоже были, наверное, христиане, были и нормально бывали. Да, недопустимо быть разномыслием, да, или ересям, как в правильном переводе. Скажем так, что у меня, я вам сказал, что у меня прагматическая задача, то есть, я поэтому и пытался как-то все это приблизить к жизни, такой вот, простой. Дело в том, что, ну, духовная жизнь, она вот в мелочах. То есть, переступить через себя очень сложно. Переступить это в каком-то смысле умеет, вот так это ощущается. И это будет уже не я. И это очень сложно. И это очень сложно в мелочах сделать, на самом деле, ну, в бытовой жизни. И для меня, конечно, как бы, вот это вопрос, батюшка, может, правильно это выловил, что я ищу приемы, чтобы облегчить себе вот эту задачу, чтобы не перешагать каждый раз через себя, не делать эту усилию, чтобы не умирать. Потому что это тяжело, не могу я каждый день умирать. Хотя, Христос об этом говорит, как апостол Павел говорит. Но я не могу, например. То есть, я ищу, конечно, легких путей. Поэтому, конечно, этот диалоговый клуб, он имеет для меня именно задачу поиска этих легких путей, которые, ну, возможно, и кому-то тоже нужны. И христианство такое именно высокое, я вижу, конечно, в умении просто слушать других, да. В умении, ну, принимать позицию другого. И мне это сложно, да. То есть, для меня это непросто. И много таких вещей, где, мне кажется, вот это я, это я такое, меня должны принимать таким, какой я есть. А как себя изменить, как себя перешагнуть. И для меня, как бы, конфликт этой ситуации с самим собой, прежде всего. То есть, здесь вот самая такая сложная борьба. И я вот, ну, благодарю вас за то, что вы в этой жизни моей духовной, и вы как-то участвуете, да. То есть, вы даете мне те, ну, реальности. Вот Ловский сказал, что жить свято, значит, жить в реальности. То есть, вот она, реальность. То есть, не нужно ничего фантазировать, искать. Вот она здесь, вот есть какая-нибудь конкретная ситуация, когда уже должен потерпеть, я не могу потерпеть. Я это вижу, понимаю, да. И переступить через себя здесь, ну, скажем так, что это очень сложно. Но есть один ответ, который здесь уже звучал, и который я скажу, что это в арсенофии говорил, да. То есть, для меня это человек какой-то еще мой первый наставник духовный. Для меня это, как слова, понятно. Он говорил о молитве, да. То есть, он говорил, ну, помолиться. Но еще он сказал важную вещь, нужно сделать паузу. То есть, в конфликте, прежде чем предпринимать какие-то действия, нужно сделать паузу. Да. Ну, эту паузу хорошо заполнить именно молитвой. Ну, хотя бы сделать паузу. То есть, кто на что способен. Вот. И тогда, сделав паузу, вот я уже вспоминаю свой опыт жизни во Франции, как мне священник говорил. Говорит, дайте Богу действовать. Мы вперед его стремимся все сделать. Дайте ему возможность ситуацию разрешить. А мы все лезем, лезем. Не даем ему. Сами пытаемся. Нет, не надо. Надо именно остановиться, вздохнуть. Как вот Андрей сказал, спросите у Бога, что мне нужно. И дальше, ну что, не стоять, а действовать. Вот. И для меня, как бы, вот это, то открытие, которое я для себя сделал. О том, что духовная жизнь, она вот в реальной жизни, в мелочах, в бытовых отношениях, на самом деле, проявляется. Для меня это открытие, которое я для себя сделал. И то, что я, как бы, хотел для вас тоже, как бы, это указать. Ну, спасибо Господи. Мы следующие встречи, как вы сказали, проведем с отцом. Ну, если ничего не изменится, видите, у нас, я уже записал, у нас несколько есть программ уже. То есть, по крайней мере, на пять, на четыре встречи у нас есть уже темы. Темы конкретных. Возможно, это будет часть каждой встречи, что мы будем просить, чтобы каждый священник что-то конкретный случай разбирал. Потому что конкретный случай он важен. Вот. Дальше, следуя примеру отца Дмитрия, чтобы это был текст Священного Писания, ну, как отец Лазарь говорит, ну, это все мы говорим. То есть, мы всегда возвращаемся к идеальному. Ну, мой опыт просто такой педагогический говорит, что мы постоянно об этом говорим. То есть, я, ну, я везде нахожусь, в университете, здесь, и я постоянно об этом слушаю. И, ну, а ничего не изменяется. То есть, я в твоей жизни тоже вижу. Я говорю на исповедь, прихожу, ничего не меняется, меня это беспокоит. Я говорю, какой смысл? Так. Что-то должно измениться. Я хочу вот этих изменений. И, может, вот эти наши такие, именно, конфликты. Это, это ситуация, когда происходят изменения. То есть, для меня это момент какого-то такого, ну, жизни, что ли, или чуда, божественного окровения, когда что-то происходит. И это, как глоток воздуха какого-то свежего. Поэтому мы будем, вот, ориентироваться на ваши пожелания. Вот, есть психолог у нас, отец Лазарин, у него есть тоже свое видение. Ну, предлагаю, чтобы этот, ну, как бы, проект, он был совместным действием. То, что мы с Машем хотим, это не то, что вот мы хотим это сделать и все, а вы сюда не имеете права. Это совместная работа, совместное действие, где важно прийти, сказать, послушать. Вот. И потом в жизни, ну, что-то, даст Бог, что это вам пригодится. Потому что я вижу, что жизни пригождается просто общение. Вот. Ну, какое-то, несколько слов от себя. То есть, мой личный опыт, вот, зачем мне это нужно. Вот, то есть, это для меня не просто для проформы все это происходит. Это мой личный просто опыт христианский. Он требует просто такого обсуждения. И, теперь, по поводу следующей встречи. Ну, у нас, как правило, проходит раз в месяц, да, Миша? Ну, один-два раза в месяц. Мы также создадим группу. Тема у нас останется также, конфликт. Сейчас, потому что, отец Дмитрий, он исходил из общей темы, да. И, здесь, скажем так, что это правильно. То есть, по идее, нам нужно было начинать с общей темы. И, отец Дмитрий, ну, там, в случае поправку такую сделал. И, поэтому, у нас есть тема и христианство, и агрессия осталась. Но это, скорее всего, к вопросу образа христиан, в современном мире. Проблемы. Вот тоже сейчас столкнулись с проблемой. Идеалов христианской жизни для современного общества. Святые для людей. О них не слышат, для них непонятно. То есть, что это такое. Им нужен какой-то пример, ну, даже, может быть, не такой святой. Но, который показывает, как действовать. И они начинают постепенно идти, как христов. Вот. То есть, вот эти все поиски, именно формы, они есть. Формы для того, чтобы на нашей жизни христианской была такая живота. Вот. Поэтому я вас благодарю за участие. Прошу, чтобы вы написали все свои комментарии, да, вот, о нашей встрече. Отозвались. Это обратная связь. Потом, какой-то будет диалог, можно продолжить именно уже ВКонтакте. Пусть это будет публичный. Происклину граждей да Богородицу, Истут отложенную и пренеброчную, И Матерь Бога головчей. Чеснижею ируи, И славнейшую без сравнения с терафим, Бессислиния Бога слово рожьгую. Сущую губуру и суть явлеча, Спасибо. И получаешь эти ответы, находишь какое-то немножко успокоение, что ли, для своей души. То есть помогут однозначно. Я, в принципе, наверное, такой мой самый большой вопрос был. Это какой-то определенный момент жизни. Я решила, что надо всегда смиряться со всем. Потом, естественно, произошел ступор, накопилось, как говорится. И сегодня я услышала опять поддержку того, что все-таки нужно терпеть. Нужно терпеть и смиряться. Потом со временем оно придет. Может быть, как раз в тот период, когда все накопилось, это был предел, я не выдержала, сдалась. А сегодня я услышала опять поддержку своих первых мыслей и поняла, что нужно бороться со своими какими-то недостатками. Нужны обязательно, просто потому что молодежь сейчас ищет ответы в интернете. А там они не всегда правдивы и непонятно, кто их на самом деле дает, кто дает ответы на их вопросы. Поэтому, когда есть возможность спросить напрямую у людей, у священнослужителей, у психологов, это один вариант. Когда ты идешь в интернет, задаешь вопросы, непонятно, с какой цели люди там тебе отвечают, это другой момент. Ну, я хочу, наверное, чтобы действительно все почувствовали то добро, которое они могут нести своим окружающим. Когда они почувствуют еще после вот этих диалогов в клубе силы в себе нести это добро. Наверное, хочу, чтобы все понесли, донесли до своих близких людей, родственников это добро, которым действительно можно делиться и любовь к ближним. Интересно. Естественно, такие встречи необходимы, потому что общаться нам надо не только в интернете, не только в храме во время богослужения, во время молитвы. Но и в таких вот условиях непринужденных, когда каждый может высказать свое мнение, каждый может выслушать другого человека, в чем-то согласиться, в чем-то поспорить. И священник в данном случае тоже является не вещателем, а таким же участником дискуссии, как и все остальные. Здесь ничего такого экстраординарного нет. Это нормально, это должно быть так. Потому что сейчас у многих людей как раз вот тема-то нашей встречи была агрессия. Агрессия возникает по поводу несогласия с сомнением другого человека. И в этом как раз немалую роль сыграл интернет. Интересно, что раньше, когда люди жили, не имея такого огромного информационного поля, которое интернет предоставляет, они как-то думали, что разномыслие – это встречающаяся такая редкая птица. Все вроде бы думали одинаково. В советские времена носили одну одежду, ходили в одни и те же фильмы, смотрели. А вот когда появился интернет, все вот эти перегородки между людьми, между группами, между какими-то общностями, они стали прозрачными. То есть люди поняли, что они живут не закапсулированы, что рядом кто-то еще живет. И мыслить он может совершенно по-другому. То есть представьте, как в многоэтажном доме все перекрытия вдруг стали стеклянными. И человек удивился, как, оказывается, есть другие люди вокруг меня. Они есть. И вот как раз интернет, с одной стороны, поспособствовал тому, чтобы это люди осознали, а во-вторых, теперь следующий шаг – теперь научиться на чужое мнение, на разномыслие реагировать не вот этой агрессией, не атакой сразу, не закрытием, а вот осознанием того, что факт этот надо принять, что ты один имеешь право говорить что-то, и кто-то имеет право с тобой не соглашаться. И это такая диалектика, просто диалектика, тезис, антитезис. А потом, даст Бог, будет и симптез какой-то, когда люди научатся слушать друг друга и уважать мнение другого человека. Сейчас, к сожалению, в обществе с этим большие проблемы. И мы как раз сегодня это обсуждали, что как бы научиться из конфликтных ситуаций выходить без агрессии, без всякого насилия, без всякого такого вот ссора. И мы пришли к такому выводу, что, собственно говоря, конфликт-то – это вещь неизбежная, и вещь конструктивная, во многом. А вот агрессия – это метод не совсем правильной выхода из конфликта. И вот можно научиться пользоваться другими методами, не только агрессией, чтобы из конфликта выходить. Избегать конфликтов невозможно, они будут возникать так или иначе когда-то обязательно. А вот находить правильные пути выхода из конфликта важно, чтобы вот конструировалась как раз жизнь, чтобы люди понимали, в чем нуждается другой человек, чтобы они понимали, что они не додают тому человеку, который в этом нуждается, чтобы они менялись. И я считаю, что это с точки зрения христианства очень правильный, опять же. Правильный сценарий действий, чтобы не ждать, пока начнут меняться другие, а меняться – начинать самому. Так что общение очень приятное, полезное. Ребят было молодых, очень приятно услышать. И надеюсь, что и нас тоже. Так что спасибо большое за приглашение. Ну, конечно, нужны. Конечно, нужны, они так или иначе есть. Может быть, они по форме чем-то отличаются от формы вот этого клуба. Но так или иначе при приходах существуют какие-то общины молодых ребят, которые встречаются со священником, тоже приходят на какие-то занятия. У нас, например, в Калаче это есть. И у нас все это происходит еженедельно в виде таких вот чтений евангельских и толкований, обсуждений, споров на темы вот этих евангельских чтений. Это часто просто какие-то злободневные, так сказать, проблемы. Так что я думаю, это и есть. Может быть, да, как-то структурировать, это оформлять, пользуясь вашим опытом, пользуясь опытом таких вот объединений, было бы полезно. Конечно, очень важно, чтобы была площадка, чтобы было место, где собраться. Да, стол бы хорошо бы все-таки сделать круглым, потому что когда круглый стол, тогда все виднее люди, все участвуют. То есть нет такого, кто дальше, кто ближе, да, это эпицентр обсуждения. Вот хорошо бы, если бы это именно круглым столом было. Вот. Так что, в общем-то, и хорошо, когда вот непринужденность какая-то присутствует, потому что у нас это тоже большая проблема, вот в нашем обществе, что человек иногда имеет какую-то мысль, имеет что сказать, но настолько он стесняется, настолько он закомплексован и считает, что никому это будет неинтересно, что он просто, так сказать, молчит и комплексует. А бывает, наоборот, чушь явную несет у нас такой уверенности. Да, человек же такой, вот это всем интересно. Но это в основном касается, наверное, политики все-таки, да. А у нас проблема такая вот, которая первая. Поэтому так вот выражать свои мысли, выражать свои несогласия, выражать свое непонимание даже с вещами такими, знаете, для христианина, ну, очень такими, перед которыми благоговеем мы. Но сказать, что я этого не понимаю, да, вот как мы сегодня, вот не понимаю, как можно подставить вторую щеку, когда ударили тебя в одну, да, то есть вот это вот непротивление зло насилием, да. Ну, как, ну, а почему честно не сказать, что я не понимаю? Я этого не понимаю, я этого пока не готов я к этому, да. И эта вот честность перед Богом, она очень важна. То есть человек понимает, что он, да, с одной стороны, он еще не находится на этой вершине, да, исполнения такой высокой заповеди. Но с другой стороны, он не отрицает ее, он понимает, что это идеал, потому что большинство людей просто смеется над этим. Просто считает, что это абсолютно нелогично, нерационально и ни к чему хорошему не приведет. А если все-таки воспринимать это как идеал, да, но тем не менее воспринимать, как Вячеслав Геннадьевич сегодня говорил, что мы-то еще этого не достигли, понимать свое недостоинство, понимать свое еще какое-то такое малость по сравнению с чем-то великим, да, это правильно. И даже иногда спорить, может быть, даже и с Евангелием, да, ну, в каком-то таком смысле, да, не отрицая, а понимая, что мы чего-то еще не дошли до чего-то. Так вот, так что, конечно, нужны. Понимаете, не то, что стесняются. Сейчас очень многие, молодые люди очень заняты, гораздо больше, чем их в свое время. То есть у них часто просто времени нет куда-то еще ходить. Учеба, различные там увлечения, да, и часто бывают такие увлечения очень яркие, от которых очень тяжело отвлечь. То есть надо быть настолько ярким, чтобы перебить их интерес, чтобы их взгляд перенаправить на вот эту тему. Вот. Так что зачастую, часто не хватает просто, да, рекламы, да. То есть одной, например, там, одного, так сказать, новости ВКонтакте, наверное, недостаточно. То есть может быть даже более широкую делать рекламу этих встреч. Потому что, конечно, на Волгоград то, что собралось сегодня, это, скорее всего, мало, да. На наш калач было бы достаточно, а все-таки в Волгограде людей гораздо больше, поэтому, может, объявления какие-то по школам, по вузам развешивать, там, на доске объявления. А так совет ребятам, что общаться надо, общаться надо. То есть никакой интернет-общение при всех плюсах не заменит реального общения. Вот. К тому же очень большая проблема у молодых ребят, я вот как священник это могу сказать. Приходят ребята 20 лет, «Ох, как уже тут мысли о семье, мысли о чем-то серьезном, как создать семью, как найти вторую половину свою». И вот. И с одной стороны ребята приходят и говорят, «Ну нет, что с хороших девушек, вот все-таки проблемы какие-то, они все только о деньгах думают, там, об удовольствиях». Или и девчата приходят тоже, ну, в разное время, если бы они одновременно пришли, я бы их как-то познакомил. А это в разное время, это то же самое, то ребята какие-то все такие, кто пьет, кто вот это все, кто наркоман, и кто вообще ребята, полуребята какие-то, да. Так вот, вот эти площадки, понимаете, конечно, они сейчас в интернете знакомятся, но вот когда глаза в глаза, все-таки молодые ребята, девчата друг на друга смотрят, они имеют возможность познакомиться друг с другом, а там глядишь, как Бог Бог словит, может быть, и создать семью потом. Это очень важно. Вот в этом плане знакомства, да, общения, это очень важно. Так что не стесняйтесь, приходите, объявляйте темы, что вам интересно, не думайте, что православная церковь обсуждает только там особенности, там, богослужебного устава, да, и ауриста, там, в славянском языке. Нет, то есть все темы открыты для обсуждения, для православных людей. То, что беспокоит, то, что кажется злободневным, пожалуйста, приходите, обсуждайте, это будет полезно. Диалоговый глоб существует на протяжении уже двух с половиной лет. Его организатором является Мария Корчагина, наш сотрудник. И с прошлого года мы вместе проводим это мероприятие. Цель диалогового клуба – это, как по самому названию, диалог, общение между молодными людьми на темы, которые беспокоят. Сейчас мы затронули такую сложную тему, как христианство и агрессия, и конкретно на этой встрече мы говорили о конфликте. Потому что часто мы попадаем в конфликт, и часто нам не хватает ума и опыта, чтобы себя в конфликтах вести. И также на улицах мы часто сталкиваемся с агрессией, и эта агрессия нас, ну, христиан, нужно сказать, ставит какой-то тупик, мы не знаем, как себя вести. То есть в этом году задача диалогового клуба – это дать именно конкретные практические советы, исходя из опыта христианской морали, нравственности и из опыта современной психологии. Ну, так как вы видите, диалоговый клуб у нас еще молодой, молодая организация, молодой проект. И встреча со священниками – это, ну, наиболее приемлемая и распространенная форма. Но мы планируем также приглашать специалистов, как вот психологов, врачей, юристов, для того, чтобы они нам помогали понять и выработать методы и способы поведения для людей в сложных ситуациях. То есть для врача, как мы видим, человек упал на улице, и мы не знаем, что делать, мы теряемся. С юристом, ну, возникает какая-то спорная ситуация, нам нужно идти в суд, и мы тоже не знаем, как себя вести. Либо, там, если мы пригласим полицейского, узнать, как себя вести в ситуации, когда мы сталкиваемся с какой-то сложной ситуацией на улице. То есть позвонить в полицию. Ну, вот такие вопросы частные уже. На самом деле, наше общество, и, по крайней мере, общество церковное, оно нуждается крайне вообще в таких мероприятиях, когда люди могут поговорить. Потому что часто мы не слышим и не умеем говорить. И такие встречи позволяют, ну, по крайней мере, молодым людям, людям не только молодым, уметь высказаться. Потому что это часто люди не умеют просто говорить, боятся высказаться. А здесь, в такой обстановке, они могут высказаться. И другой момент, это нужно научиться слушать другого. И такие, конечно, встречи, они должны быть везде, на каждых приходах, в каждых организациях. Когда православные люди, они часто замыкаются в своей какой-то жизни, а здесь они встречаются с другим человеком. И в этой встрече она не всегда простая, она часто, опять же, связана с какими-то конфликтами. Но в этих конфликтах человек видит себя, можно так сказать, со стороны. И это позволяет ему правильно оценить и сделать какие-то поправки в своей жизни. Ну, конечно, я приглашаю всех людей, чтобы к нам приходили. Потому что здесь место встречи людей таких же, как правило, молодых, которые такие же проблемы. И часто, ну, это еще феномен был обнаружен в античности, когда люди в диалоге, они сами отвечают на свои вопросы. И здесь, в принципе, человек, даже говоря, может найти ответы. Он может даже не услышать от другого. Он может сам, проговорив свою сложную ситуацию, ответить на нее. Поэтому, конечно, нужно приходить, нужно общаться. Ну, и обязательно, конечно, у нас. Пусть это будет в разных местах, повсюду. И люди встречаются, говорят. И, ну, скажем так, уже несколько слов от, уже в рамках христианства, там есть двое-трое, собранные во имя Мое, там и Христос посреди этих людей. То есть, если у них есть желание, стремление к Богу, и есть вот эти проблемы реальные в жизни, то их искреннее стремление, оно даст конкретный плод. И они не найдут ответ. На самом деле, в диалоге в клубе «Свера» сегодня на мероприятии был постан очень такой, для любого христианина, для любого человека очень важный вопрос, как соотнести теоретические знания, которые человек получает в Евангелии, с практической жизнью. То есть, Христос учит определенным реакциям на воздействие внешней среды, не гневаться, быть кротким, не раздражаться, прощать людям любые попознавения на себя, защищать ближнего. И в данной сфере, в практической жизни человеку возникает вопрос, как реагировать на агрессию, на конфликтные ситуации извне. И, соответственно, не всегда может найти для себя конкретный ответ, как же все-таки на самом деле поступать. И поэтому данное общение, диалог со священником, с психологом позволяет непосредственно находить какие-то ответные вопросы, разбирая жизненные ситуации. И человек уже может на примере своего ближнего, который также пришел, у которого, в принципе, может быть ситуация похожая, найти ответы на волнующие вопросы. И таким же образом решить свои проблемы, помочь другому ближнему своему решить проблемы. И непосредственно учиться уже евангельские ценности применять на практике. Конечно, неформальная обстановка, она всегда позволит до любого человека, особенно молодого, который ищет только в жизни правильные ответы на свои вопросы, который, в принципе, из-за своего молодого возраста встречает больше агрессии. И в своих каких-то субкультурах небольших, например, в армии или еще где-то, там попадает в какую-то агрессивную среду. И всегда должен, если он еще и христианин, находить адекватные реакции на любые эти воздействия. И в данном конкретном формате встреч любой молодой человек может задать вопрос, проговорить о своей жизненной ситуации и получить очень хороший квалифицированный ответ не только от психолога, который, так сказать, с научной точки зрения, именно как психологии, сможет разобрать жизненную ситуацию на составляющей, но и от священника, который может непосредственно с христианской точки зрения эту же ситуацию преподнести в, может, несколько другом виде, в нетрадиционном для светского общества. Но человек, который хочет жить во Христе, он сможет все-таки поступить не так, как это требует общество, а все-таки правильно. И тем самым не согрешив ни против ближнего, ни против своей совести. Продолжение следует...